Здравствуйте, дорогие участники нашего интернет-обучения! Мы с вами продолжаем сегодняшний вебинар. Меня зовут Диакон Игорь Куликов. Я занимаюсь непосредственно направлением дистанционного обучения организации в том числе этого курса. И, во-первых, хочется поприветствовать, конечно, такое большое количество слушателей. Наверное, у нас впервые так в вебинаре, в первом участвует почти полтысячи человек. Очень радостно, что, несмотря на то, что наш синодальный отдел уже 8 лет проводит такие курсы ежегодно, каждый год набирается новый поток, новый набор социальных работников, тех неравнодушных людей, которые занимаются общим, очень важным делом, помощи нуждающимся людям, и что этот поток людей не иссякает, а наоборот каждый год больше и больше. Мне кажется, это очень хорошая тенденция. Это значит, что всё не так плохо, как могло бы быть, как некоторые считают, что всё наоборот очень даже хорошо. Если есть неравнодушные люди, значит, этот мир ещё, наверное, постоит какое-то время. Итак, у нас сегодня с вами во второй части сегодняшнего интернет-семинара следующая повестка. Во-первых, я вам должен рассказать про организационные вопросы нашего обучающего курса, ответить на все ваши вопросы, которые вы уже задавали в первой части, про документы, про расписание, про видеозаписи, про то, что нас ждёт в ближайшие несколько месяцев нашего обучения, ответить на все ваши вопросы технически, организационные. А во-вторых, после организационных вопросов у нас будет небольшой интернет-семинар о основах организации социального служения на приходе. Я надеюсь, мы с вами уложимся в час. Очень хотелось бы... Прошу прощения сразу же, что сегодняшний такой достаточно длинный получился вебинар. Первый час Владыка, второй час я, ещё будут ответы на вопросы. Но действительно, объём той информации, которую мы хотели бы вам дать, чем мы хотели бы с вами поделиться, он достаточно большой. И первый блок нашего обучающего курса, он ограничен декабрём месяцем, чтобы на январские праздники, на рождественские, на святки уйти уже с каким-то некоторым объёмом, пройденной информацией, чтобы мы могли вам дать уже какое-то некоторое задание, которое вы могли бы делать во время этих праздников, когда у нас особо вебинаров не будет. Я имею в виду первую половину января. Итак, во-первых, призываю вас во вкладке «Вопросы» задавать как раз-таки те вопросы, которые мы, просим прощения, удаляли, пока был вебинар с Владыкой, то есть о записях, о расписании и так далее, о технических вопросах, попробую бы на них ответить. А первым делом расскажу вам, да, ну, в целом. Кто у нас в вебинарах ещё в разных обучающих курсах не участвовал, вы уже, наверное, поняли, что наше обучение, наше с вами взаимодействие будет построено именно с помощью вот таких вот видеоконференций, где вы нас видите, преподавателей, специалистов, которые выступают перед видеокамерой, а мы можем читать, что вы написали, к сожалению, мы не можем увидеть, да, сразу же 450 человек, но зато мы можем увидеть всё, что вы пишете, мы ждём от вас письма по почте с вашими вопросами, с вашими комментариями. У нас будет в таком вот формате организована именно с вами обратная связь. Ещё хочется оговориться в самом начале, что, конечно, вот этот дистанционный курс обучения, который сегодня начинается, он для тех людей, кто ещё не проходил подобные обучающие курсы. Я уже сказал, что эти курсы у нас проводятся ежегодно, начинаются они в ноябре, в декабре по-разному, заканчиваются к Пасхе следующего года. В принципе, программа этих курсов каждый год примерно одинаковая. Понятно, что мы ориентируемся на обратную связь вашу, на ваши письма, на ваши просьбы, на немножко изменяющиеся реалии жизни, но, тем не менее, общая такая канва обучающего курса, она каждый год одинаковая, поэтому большая необходимость, если вы уже проходили какой-то наш вот такой полугодичный дистанционный обучающий курс, второй раз в нём участвовать, наверное, полноценно, вот от начала до конца, смысла большого я не вижу. Тем не менее, если вы уже, опять же, вот я читал некоторые комментарии от людей, которые уже у нас обучались, если вы видите, что что-то интересное для вас есть, какие-то конкретные вебинары, какие-то интернет-встречи, на которые у вас хотелось бы ещё раз послушать, то, конечно, милости просим, все наши вебинары открыты, на все наши вебинары мы ждём всех желающих, всё расписание висит на сайте Diakonia.ru нашего синодального отдела, любой желающий всегда может подключиться. Итак, вебинары, вот такие, как сегодня у нас, будут проходить от одного до трёх раз в неделю. В декабре они будут чаще, в декабре они будут действительно, наверное, три раза в неделю, а может быть даже в некоторые недели ещё чаще, потому что, ну, первый блок, я уже сказал, он достаточно объёмный, такой самый ударный, это такие основы социального служения. Мы в течение декабря постараемся провести для вас вебинары по всем основным направлениям церковного социального служения, чтобы ответить на большинство ваших вопросов. Специалисты синодального отдела, которые много лет работают в своих разных сферах, приглашённые специалисты расскажут о том, как организовать непосредственно помощь нуждающимся людям по тому или иному направлению. Завтра у нас, например, будет интернет-семинар, который проведёт руководитель службы работы с просителями, Виктория Стронина, она расскажет о том, как встречать людей, как с ними работать, тем, кто в храм приходит и просит о помощи. Я думаю, в любой храм практически приходят просители, мы с вами это уже видели по вашим вопросам. И вот Виктория из своего большого достаточно опыта, из опыта работы нашей службы работы с просителями, расскажет, как правильно их встретить, как с ними работать, как проверять эти просьбы. Владыка сегодня уже сказал, что очень важно их проверять, как на них собирать средства, ну и так далее. Дальше у нас пойдут вебинары по направлениям. Как помогать семьям, как помогать инвалидам, как помогать бездомным, как помогать наркозависимо. Все самые такие специалисты, маститые вот в этой сфере в церковном социальном служении выступят на вебинарах, расскажут вводную часть о том, как организовать эту помощь на приходе, с чего начинать, и вы сможете им задать все ваши вопросы непосредственно по вот этим конкретным направлениям деятельности. Это действительно такая очень уникальная возможность. Советую не пропускать эти вебинары, советую участвовать в них по возможности, именно не просматривать записи, а участвовать онлайн, чтобы у вас была возможность задать ваш вопрос, который возник по ходу выступления, чтобы вы могли обсудить какую-то вашу конкретную ситуацию во время вебинара со специалистами. Это действительно то, ради чего, наверное, мы организовываем эти вебинары, наши обучающие курсы. В январе вебинары будут пореже, как я уже сказал, во время рождественских праздников, святок они будут совсем редко. В конце января у нас рождественские чтения, и с частью из вас, я надеюсь, мы увидимся в Москве. Программу рождественских чтений мы обязательно во всей епархии вышли, ну ее вышли от АРОИК, мы тоже в нашей социальной секции вышли, можем с вами лично обсудить какие-то вопросы, в том числе по обучающим курсам, по работе по направлениям, по различным, ваши сложности какие обсудить. Поэтому январь у нас в таком формате достаточно свободно пройдет. Дальше у нас будут непосредственно углубленные изучения тех или иных направлений деятельности. Если в декабре это будут просто вводные лекции по одной, по каждому направлению, то после января у нас будет более углубленное изучение. Каждый из вас, я думаю, занимается каким-то определенным направлением, ну или планирует заняться каким-то определенным направлением помощи деятельности. Об этом мы сегодня с вами как раз во второй части вебинара будем говорить, что за все, наверное, хвататься смысла большого нету. Лучше выбрать что-то одно, помогать многодетным, да, либо помогать инвалидам, либо помогать бездомным. Помогать тем, кто у вас непосредственно рядом с вашим приходом наиболее нуждается в этой помощи и кому вы реально в силах оказать эту помощь. Вот определив эти направления, совместно мы с вами поможем, конечно, те, кто только-только начинают этим заниматься, мы вам поможем определить эти направления. После этого вы сможете уже углубленное пройти обучение конкретно по тому выбранному вами направлению. Там будет уже несколько вебинаров по конкретным вот этим, да, таким, уже более углубленной специфике помощи тем людям, которых вы выберете. Все эти вебинары просматривать не нужно будет, нужно будет выбрать одно, максимум два направления. Это вот то, что нас ждет уже после января, это в феврале, в марте. Ну, я думаю, что так далеко уже поподробно заглядывать не будем. К Пасхе 2019 года, а точнее до Страстной Седмицы, разумеется, мы с вами обучающий курс уже закончим. За время обучающего курса у нас будет четыре практических занятия. Тоже важно отметить, что занятия будут носить именно такой практический характер. Мы, одно из основных, да, таких документов, которые мы просили прислать нам в качестве, ну, для того, чтобы поступить на курсы, это было благословение от настоятеля, либо от благочинного, ну, сопроводительное письмо. Это нужно было именно для того, чтобы мы понимали, что наши обучающиеся не сами по себе, а именно от какого-то прихода участвуют в нашем интернет-обучении. Это нужно для того, чтобы мы занимаемся не просто какой-то теоретической подготовкой, мы не являемся университетом, да, мы не даем какие-то большие теоретические знания, хотя они тоже немножечко будут в нашем обучении. Мы даем именно практические знания, и наш курс направлен именно на то, чтобы помочь вам на практике организовать эту помощь. Соответственно, чтобы помочь вам это сделать, у вас должна быть возможность это делать на приходе. В рамках наших практических заданий мы вас попросим проанализировать, кому больше всего нужна помощь вокруг вашего прихода или внутри вашего прихода. Одно из практических заданий будет это собрать добровольцев, опять же, и среди ваших прихожат, и среди тех, кто живет за оградой храма, среди в том числе не церковных людей. Мы расскажем, как это все делать, но это будет одно из практических заданий привлечь именно добровольцев к вашей социальной деятельности. Составить план работы. Не просто теоретический план, а вот хорошо было бы, а именно то, что вы действительно будете делать. План вашей непосредственно социальной деятельности на приходе. И итоговое наше задание четвертое будет составить проект деятельности, но на 9 месяцев. Это было выбрано, поскольку большинство заявок на грантовые конкурсы, например, тоже ориентируются на 9 месяцев, например, православная инициатива. Мы вас попробуем научить составлять такие подобные заявки, так называемое социальное проектирование, и в качестве финального задания будет именно такое составление социального проекта. О заданиях мы поговорим подробнее на вебинарах, которые будут посвящены непосредственно этим заданиям. Сегодня, кстати говоря, будет дано первое из них, и об этом мы с вами поговорим во второй части после организационных вопросов. Да, еще надо сказать, что помимо вебинаров будут видеозаписи. Мы вас не будем сильно загружать этими видеозаписями 1-2 часа в неделю, я думаю, по факту будет меньше. То есть, ну, будет несколько видеозаписей, коротеньких видеороликов высылаться вам, которые вы сможете посмотреть в свободное время, когда у вас оно будет. Именно вот на, ну, чтобы не впихивать все в вебинары, которые, да, и так у нас достаточно часто, а то, что можно посмотреть в свободное время, когда у вас будет такая возможность, мы вам будем рассылать, вы будете смотреть. Чтобы, да, нам понять, кто из вас действительно просматривает эти записи, и чтобы вам помочь закрепить материал этих видеозаписей, мы будем периодически устраивать теоретические опросы по вот именно теоретическому материалу, который в этих записях будет даваться. Это тоже будет не очень часто, я понимаю, что все социальные работники, кто, ну, да, я думаю, у нас участвуют в этом обучении, они и так загружены на приходе, чем-то у тех есть семьи, да, вот уже были вопросы, как все совмещать. Поэтому мы постараемся все-таки максимально как-то лояльно относиться к тому, что, да, у вас по каким-то объективным причинам не будет получаться всегда участвовать в вебинарах. Мы будем стараться устанавливать сроки выполнения заданий достаточно большие, например, сегодня будет дано задание, которое, срок выполнения будет середина аж января, полтора месяца. Это не значит, что надо делать его в последние дни, тогда точно ничего не получится. Это значит, что вот надо действительно, вот, ну, получили его и потихонечку осмысливаете, думаете, и у вас действительно есть полтора месяца, чтобы не спеша, спокойно это задание выполнить качественно, не в ущерб каким-то своим приходским и семейным обязательствам. Теоретический опрос я сказал. Ну, и онлайн-консультация, так называемая, да, то, что вы можете вне наших вебинаров, у вас есть у всех адрес электронной почты, онлайн-собака-диакания-рун, с которой вам, да, приходят какие-то письма, на которые вы присылаете все ваши документы для поступления. На этот адрес вы всегда можете задавать свои вопросы, которые, ну, ответы на которых вы не услышали в рамках наших вебинаров, в рамках видеозаписей. Будем с помощью, да, электронной почты тоже поддерживать с вами коммуникацию и обратную связь. Про практические задания я уже кратко сказал. Первое задание, которое будет дано на сегодняшнем занятии, это определить, кому вы будете оказывать помощь, ну, грубо говоря, кому особенно нужна помощь, да, вокруг вашего прихода и в чем конкретно они нуждаются. Второе задание будет спланировать, как будет организована эта помощь, такой план работы для вас, для самих на начальном этапе. Потом привлечь добровольцев, помощников, которые будут вам помогать в этой деятельности. И четвертое, составить социальный проект. Обо всем, не переживайте, мы подробно расскажем, об каждом задании мы подробно расскажем, как его выполнять, все проконсультируем, на все вопросы будем с вами вам отвечать. Коммуникация будет осуществляться через e-mail рассылки, через вебинары. Это, да, такая информация от нас к вам, от вас к нам, да, мы, опять же, ждем вопросы на вебинарах. И вот он, e-mail адрес, который я уже озвучил, онлайн, собака.дика.ни.ру. Запишите его, пишите на него всегда, да, какие-то ваши вопросы. Сразу, да, хочется оговориться, что сейчас в начале нашего обучающего курса у нас очень много входящих писем от участников обучения. Вы видите, что у нас слушателей много, мы очень рады этому, но просим у вас заранее прощения, что мы не сможем сразу же прям оперативно отвечать на все ваши письма. Три-четыре рабочих дня, я думаю, на начальном этапе примерно так, вот в таком режиме до вас будут доходить ответы. Если это что-то срочное, ну постарайтесь там написать в заголовке письма срочно, да, тогда, ну опять же, просьба, не писать все письма теперь срочно, да. А действительно, если это что-то, что не терпит трех-четырех дней, то помечайте это как срочно, будем постараться рассматривать их в первую очередь. Если в течение трех-четырех дней вы не получили ответ, возможно, вы куда-то не туда отправили письмо, либо оно попало в спам, либо какие-то технические сложности, напишите еще раз, задайте на вебинаре. Надеюсь, что, да, все-таки, ну, не опускайте на этом руки, если не получаете на ответ, значит, какой-то технический сбой. Мы будем стараться отвечать на все совершенно письма. Итак, многие спрашивали про то, какие документы нужны для зачисления на курс. Смотрите, если вы хотите участвовать в обучении просто ради себя, послушать, поучаствовать в каких-то вебинарах, что-то такое интересное, новое для себя почерпнуть, в принципе, ничего высылать не нужно. Достаточно зарегистрироваться на нашем сайте, деканеру, слэш курс 2019, чтобы вам приходили оповещения. Следите за вебинарами, получать рассылку и участвовать в том, что вы хотите. Если вы хотите получить документы об окончании, то есть пройти курс от начала до конца, выполнить все задания, просматривать все вебинары, если неочно, то хотя бы в записи некоторые, то вам необходимо прислать нам, если вы это еще не сделали, первое сопроводительное письмо от настоятеля, благочинного или руководителя епархиального социального отдела, смотря, кто вас направляет на обучение, ну, или чьей поддержкой вы можете заручиться. Совершенно в свободной форме сопроводительное письмо. Прошу такого-то, такого-то зачислить на обучение. Подпись. Желательно на бланке, обязательно с подписью, да, настоятеля, благочинного или руководителя социального отдела. Ну, если бланка нет, хотя бы просто на бумаге, но обязательно с подписью. Если есть печать, тоже было бы неплохо иметь печать. Прошение о зачислении. Форма прошения, она у нас есть на сайте, мы ее вам высылали. Если вы не можете найти, напишите, вам вышлют эту форму о зачислении. О зачислении. Надо по этой форме написать от себя прошение. Это для зачисления в ПСТГУ. Поскольку наш обучающий курс проводится совместно с православным сеттихским гуманитарным университетом, чтобы мы могли вам выдать документы о повышении квалификации, да, нужно для них написать это прошение для ПСТГУ. И, соответственно, по окончании обучения, если вы дойдете до конца, я надеюсь, что большинство из вас хотя бы дойдет до конца, большинство из вас выполнит эти задания, то, в общем-то, вы получите документы именно государственного образца о повышении квалификации. Это действительно очень важный документ, который мы будем рады вам вручить либо очно, когда вы к нам приедете в Москву, либо по почте заказным письмом. Ну, об этом тоже, о документах уже, я думаю, позже поговорим. Отсканированная копия паспорта. Ну, обязательно для зачисления на любое обучение нужен паспорт. Скан документа об образовании. Нужны среднее специальное, либо высшее образование. Если у вас нет ни высшего, ни среднего специального образования, высылайте, какое есть. Не факт, что ПСТГУ сможет зачислить вас на свой курс, потому что повышение квалификации, но априори это повышает какую-то квалификацию. Но, тем не менее, уже в частном порядке с вами решим. Возможно, тогда, если у вас нет ни среднего специального, ни высшего образования, мы вам просто выдадим документы от Синодального отдела за подписью епископа Пантелеймона. Тоже важный церковный документ о том, что вы проходили эти курсы. И в случае смены фамилии это подтверждающий документ. Ну, обычно это свидетельство о регистрации брака, если женщина меняла фамилию. То есть, если в дипломе одна фамилия, а в паспорте другая, то нужна свидетельство о регистрации брака. Все это надо выслать на онлайн-деканеру. По-хорошему сроки уже у нас прошли высылки документов, но там СССР пошел на уступки и разрешил еще в течение недели высылать эти документы. Поэтому очень просим вас в течение ближайшей недели все эти документы нам выслать. Если у вас не получится, то мы не можем гарантировать, что сможем вас после этого зачислить на обучение. Обязательно удостоверитесь, что вам пришло письмо-ответ, что ваши документы приняты. Потому что если вы выслали, и тишина, возможно, документы просто не дошли. Тоже такое бывает, все-таки технические сбои, они нередки. Итак, надеюсь, что по организационным вопросам я все основные такие моменты отметил. Если будут еще какие-то вопросы, вы пишите в чате. Давайте, чтобы сейчас время у всех не отнимать вкладку вопросов, я посмотрю попозже. А сейчас мы с вами проведем вот такой небольшой вступительный интернет-семинар по основам организации церковной социальной деятельности на приходах. Ну, основные принципы, с чего хотелось бы начать. На каких принципах строится приходская социальная деятельность? Основные принципы, конечно, уже Владыка сказал в начале нашего сегодняшнего выступления. Еще раз, те, кто подключился вовремя, слышали замечательное выступление Святейшего Патриарха Кирилла, который тоже очень ярко рассказал о том, что социальное служение – это действительно неотъемлемая часть любой приходской общины. Но еще раз кратко, тезисно, их для вас озвучу. Повторение, все-таки мать учения – это достаточно важный такие моменты. Во-первых, конечно, церковное социальное служение – это в первую очередь служение любви. Мы не должны быть какой-то некой социальной службой, в которой, в общем-то, есть и муниципальные социальные службы, есть они и в России, есть они и за рубежом, а за рубежом они работают намного лучше, да, и там подменять их и делать, да, организовывать свою социальную службу. Вообще смысла большого нету. В первую очередь мы должны, конечно, организовывать служение любви. В первую очередь мы, конечно, должны думать о том, как вот это социальное служение действует на нас, на самих, те, кто этим занимаются, и действует на тех, кто к нам обращается за помощью. Мы должны каждому человеку, который к нам обращается, к которому мы помогаем, относиться именно как к человеку, не как к некому объекту, которому надо оказать социальную услугу или помощь, или ещё что-то, а как к человеку, как к живому человеку, попавшему в беду, либо нуждающему в чём-то. Но в первую очередь как к человеку. Даже если он каких-то отличных от нас религиозных или каких-то других убеждений, даже если он к нам относится, вот из вопросов, которые были в первой части вебинара, как-то агрессивно, всё равно он человек, всё равно Господь создал его по образу и подобию своему, и мы к нему именно так должны относиться. Это первая основа вот именно такого церковного социального служения, что самые важные люди, а дело уже это на втором плане, тоже и относятся к тем людям, которые вместе с нами этим делом занимаются. Мы не должны относиться к нашим помощникам, к прихожанам, к добровольцам, как к некому ресурсу, с помощью которого мы вот эту социальную деятельность будем двигать, с помощью которых мы будем помогать этим людям. Это не ресурсы, это тоже люди. И к нашим добровольцам, к нашим помощникам мы должны относиться именно так, мы должны в первую очередь думать о том, как на них будет отражаться вот эта работа. Мы должны думать о том, к чему такому, какой работе их привлечь, чтобы им самим это было в радость, чтобы им самим это было интересно, полезно, в первую очередь для души, конечно. Такой вот первый основной момент. Второе, конечно, это общее дело для всех. Мы знаем, что общее дело, да, в переводе с греческого это литургия. И в общем-то в самом начале нашего интернет-семинара, в видеоролике, святейший патриарх очень ярко рассказал о том, что Евхаристия и литургия не может быть отделена от помощи нуждающимся. Там, где она отделена, там приходская жизнь строится неправильно, не на тех основах. И разумеется, что вот эта вот помощь нуждающимся людям, это общее дело. Общее дело для прихожан, но и не только, и вообще для всех. Мы должны в это дело привлекать, вовлекать, об этом рассказывать людям, в том числе за церковные ограды. Конечно, костяк этого, актив, да, третий пункт, это должны быть выцерковленные люди. Мы не будем церковным социальным служением, если вот все организовывать будут светские специалисты, пусть замечательные, какие-то менеджеры, организаторы, пусть это будет замечательно организовано, но это будет уже светская структура, это будет уже какая-то светская социальная, да, организация. Чтобы оставаться церковной социальной деятельностью, актив, организаторы, вот те люди, которые в оргкомитете этого всего, это, конечно, должны быть выцерковленные люди, должно быть ядро общины. Вообще социальная деятельность, по-хорошему, она из общины происходит, она из общины рождается, из приходской общины. И церковная социальная деятельность не мыслится без благословения, без пастырского окормления духовника, священника, который так или иначе в этой деятельности участвует. Может быть не сам лично, конечно, ходит по подопечным, помогает что-то организовывать, нет, а именно окормляет тех людей, которые этим занимаются. Пастырски окормляет тех людей, которым мы помогаем. Но участие священника, конечно, обязательно, опять же, без этого мы не будем церковным социальным служением. Начинать нужно внутри самого прихода. Конечно, в идеале это должно рождаться из прихода. Это должно рождаться из осмысленного участия в Евхаристии, в богослужении, когда человек понимает, что приходить в храм, молиться, участвовать в таинствах, это важно, это нужно, это главное. Но это не всё. Всё-таки вера без дел мертва. Мы знаем с вами слова апостола Якова. И из этого, из его осмысленной церковной жизни должно рождаться его желание помогать тем, кому хуже, чем ему. Если так происходит, если церковные люди чувствуют себе это какое-то желание, призвание, то, конечно, оно само с тобой рождается в общине. Находятся люди, которые готовы, которые хотят помогать. Пусть это будет 10 бабушек, которые являются прихожанками, они же певчи, они уже уборщицы, они же там батюшки помогают во всём. Но всё равно, если церковная приходская жизнь устроена правильно, эти же 10 бабушек, они захотят помогать тем бабушкам, которые могут быть хуже, чем им. Либо тем одиноким детям, которые стоят на паперте и просят милость, непонятно что и откуда, и зачем, ну и так далее. Это должно рождаться внутри прихода. И, конечно, это в первую очередь задача, наверное, пастыря. Это не значит, что все наши участники должны сейчас обучение прийти к своим батюшкам и говорили, что батюшка, вот вы должен. Нет, наверное, это я в первую очередь говорю тем участникам из среды духовенства, кто у нас участвует. Я смотрю, достаточно много у нас в обучающем курсе, не знаю, сколько из вас дойдёт до конца. В принципе, конечно, организации этой деятельности, а у нас в первую очередь курс будет направлен на организацию, должны заниматься в первую очередь миряни. Но, думаю, что может быть духовенство тоже для себя интересное что-то подчеркнет. У нас будут встречи ещё и с епископом Бефодием, у нас будут встречи с интересными священниками, с отцом Евгением Попеченко из Екатеринбургской епархии. Надеюсь, что он сможет выступить. У тех, кто уже более 10 лет этим занимается, у кого что-то вот такое начало рождаться, есть какие-то пробы и ошибки, я думаю, что вы тоже сможете для себя что-то подчеркнуть. Но пятый пункт – это не ограничиваться церковной оградой. Конечно, те люди, которым мы должны помогать, в первую очередь надо смотреть, кто из нашего прихода нуждается в помощи. Бывает так, что мы идём в детские дома, мы думаем, кому помочь, что идём в какую-то больницу районную, а у нас сами прихожане нуждаются. Просто они смиренные, они не хотят как-то об этом говорить, они стесняются, они ещё к каким-то причинам не подают знать, что им действительно нужна очень сильная помощь. Как правило, многодетные. На каждом приходе практически есть одинокие люди. Это, может быть, бабушки, которые 5-7 лет назад ходили в этот храм, а теперь уже не могут ходить, потому что уже возраст такой, а им некому водить в этот храм даже. Батюшка, может быть, иногда раз в 2 недели приходит, причащает их, но на этом же не ограничивается церковная помощь. Мы же можем, в общем-то, как-то помочь им в своё качество жизни изменить. Явно им нужно многое, что, если у них нет родственников, если у них нет помощников, может быть, помочь привезти в храм, может быть, помочь закупить продукты, приготовить обед, да просто посидеть, послушать, пообщаться. О таких одиноких прихожанах, ну, многие не знают. Они есть, но мы должны их как-то выявить, и социальные работники приходские, которые участвуют в нашем курсе, это в первую очередь задача ваша – выявить тех нуждающихся прихожан, которым нужна помощь. Как это сделать, мы расскажем чуть-чуть попозже. Но церковные ограды, конечно, не ограничиваются. Вообще, вот есть такое мнение, что церковная ограда, да, вот, то есть место, площадь, да, такого храма одного – это территория вообще, вот, вся городская территория, которая граничит с другими храмами. Это не только, да, забор храмовый, это вообще весь район, в котором находится храм. И все люди, которые живущие в этом районе или в этом селе, или в этом, да, посёлке, все люди, которые живущие, живут в непосредственной близости к этому храму, они являются потенциальными прихожанами, хоть и никогда, может быть, не ходят, может, не выцерковлены, и потенциальными подопечными, теми нуждающимися людьми, которым мы можем помочь. Их тоже надо выявить. Если есть недалеко от храма районная больница, это тоже очень важно, конечно, чтобы была организована добровольческая, сестринская помощь в этой больнице, детские дома. Об этом мы всём будем рассказывать в течение нашего обучающего курса. Надо понимать, что вот весь такой, да, диацез вокруг храма – это действительно такая непосредственная поле деятельности, поле ответственности этого непосредственного храма и социального работника, который там занимается социальной деятельностью. Надо понимать, что невозможно, конечно, помочь всем и сразу. Это другой перекос, что когда мы видим, что у нас столько всего и столько нуждающихся, хочется помочь всем, но надо понимать, что ресурсы ограничены, и нужно выявить в первую очередь тех, кому эта помощь нужна больше всего. Кто без нашей помощи, ну, действительно, может быть, там, не доживут до следующего года, либо качество жизни, которое будет, ну, сильно ниже. Понятно, что, например, если у вас вокруг храма есть бездомные, ну, достаточно просто организовать их кормление, ещё что-то. Но, может быть, если вы, например, не будете их кормить, они пойдут к соседнему храму и, в общем-то, ничего не потеряют, там будут кушать. Или где-нибудь в какую-нибудь благотворительную столовую или ещё что-то. А, например, есть несколько у вас на приходе многодетных семей, которые, ну, действительно, они просто не могут, им нет сил, нет времени вывозить детей на каких-то кружки. Они просто, где многодетные мамы, они, ну, зашиваются, грубо говоря, им действительно позарез нужно помнить. Ну, конечно, лучше, наверное, всё-таки все силы бросить вот на помощь этих многодетных. Либо где-то недалеко от храма есть такие, так называемые, центры семейной консультации, где проходят консультации женщины, да, которые решили сделать аборт. Сейчас вы знаете, ну, об этом подробнее Марису Никину в своём вебинаре расскажет, сейчас есть некоторые возможности в этих консультациях тоже участвовать, в том числе церковным специалистам. И, возможно, если вы подготовите хорошего специалиста, который будет общаться с этими мамочками, ну, вот, в следующем году будет сделано на 40 убийств нерождённых младенцев меньше, и благодаря вам 40 детишек родится на свет. Конечно, это важнее, но, опять же, это надо смотреть непосредственно в каждом приходе, об этом нужно общаться с настоятелем, с духовником, с тем, кто вашу вот эту такую социальную деятельность окормляет. И ещё мы чуть попозже с вами расскажем, как действительно определить тех нуждающихся, а на это будет направлено наше первое, такое практическое домашнее задание, как определить тех нуждающихся, которые в первую очередь нужна помощь. Важно не дублировать функции государства, об этом уже было сказано, у нас нет таких ресурсов, как у государства, ни материальных, ни человеческих. Если мы будем делать то же самое, что делает социальная сфера государственная, то мы просто будем жалкой её пародии. Мы не сможем на таком уровне оказывать социальные услуги, мы будем просто делать что-то дублирующее, но в гораздо худшем качестве. Мы должны компенсировать то, что не делает государственная социальная служба. Мы должны помогать людям получать государственные услуги, которые им полагаются, потому что вы знаете, что в нашем государстве многие оказываются по такому формату, что если не обратишься, тебе сам никто её навязывать не будет. А многие люди, нуждающиеся, одинокие, они даже не знают, как обратиться, как получить то, что ему полагают, социального работника, ещё какие-то услуги, льготы. И тут мы как раз можем в этом помочь. Мы можем помочь по уходу, мы можем помочь сплодить человека в храм, привести к нему священника. Мы можем помочь с тем, чтобы с человеком посидеть, пообщаться, быть ему какой-то такой опорой, поставить ему плечо помощи. То, что не может и не делает государственный социальный работник, но то, что можем сделать мы. Мы не должны дублировать, мы должны компенсировать и восполнять. И вместе, если государство будет оказывать свою социальную помощь, оно оказывает и делает это во многих регионах неплохо, и мы будем со своей стороны, то мы действительно поможем многим нуждающимся людям как-то не просто существовать, а жить. И действительно, несмотря на какие-то нужды, жить хорошо, ну, во всяком случае, как-то более-менее полноценно. Хорошо знать нужды тех людей, кому вы помогаете. Об этом мы сегодня ещё расскажем. Основа церковного социального служения – это, разумеется, деятельность добровольцев. Конечно, у нас с вами, как правило, нет ресурсов столько сотрудников нанять, чтобы они все помогали нуждающимся людям. Это, наверное, и не нужно, потому что дух социального служения, такой настоящий дух служения, он лучше всего возгревается добровольцами. Теми людьми, которые сами пришли, захотели, в которых пробудилось такое желание помогать нуждающимся людям. Их много, их действительно много. Сейчас вот был, как вы знаете, заканчивается год волонтёра, так называемый год добровольца, объявленный президентом. Позавчера, или когда у нас? Вчера, вчера был День добровольца, такой праздник, президент наш выступал по этому случаю. И в рамках этого года было проведено достаточно большое социальное исследование о том, вообще, сколько людей, какой процент населения нашей страны готовы так или иначе участвовать в добровольчестве и помогать нуждающимся людям. И для меня был удивительный результат. Больше половины людей всех, причём слоёв социальных, всех возрастов, живущих в селе, в городах, в крупных, в малых, вот такой общий процент, больше половины людей. То есть чаще, чем каждый второй человек сказал, что он готов тратить посильное время на помощь нуждающимся людям. Но, как мы знаем, далеко не каждый второй у нас занимается помощью нуждающимся. И это, наверное, наше с вами, в том числе, упущение. В Европе, я знаю, эта культура, она намного больше развита. Может быть, те наши представители из Европы, кто участвует, меня поправят, а может быть, наоборот, напишут, как у них обстоят действия с волонтёрством, с добровольством. Но в России нет такой культуры, и в России только 15% по тем же самым исследованиям хоть раз принимали участие в добровольческой помощи нуждающимся. И это с нами, наше с вами и упущение, и в том числе поле деятельности. Мы можем с вами, если мы расскажем этим неравнодушным людям, которые вокруг нас живут в огромном количестве, как они могут помочь нуждающимся, если мы их замотивируем, расскажем, вдохновим, то к нам хлынет поток людей, может быть, конечно, не огромный поток людей, если мы сейчас говорим про какое-то село, но найдутся те люди, которые вместе с нами будут готовы помогать нуждающимся людям. Даже если люди не церковные, у нас всё равно в стране, как вы знаете, больше 70% называют себя православными. И значит, что помощь вместе с церковной службой для них не будет препятствием. Я могу вас из опыта нашей добровольческой службы милосердия в Москве всецело заверить, что это действительно так. К нам приходит очень много светских людей, зная, что мы православная служба добровольцев милосердия. У нас первое собеседование проходится вот здесь же, в храме царевича Димитрия, откуда мы сейчас ведём трансляцию. Приходят каждую неделю по 10-15 новых людей, которые хотят помогать. Многие из них светские, совершенно не церковные. И по ходу это дело они выцерковляются. Это было достигнуто путём того, что мы постарались до москвичей максимально донести, что если вы хотите помогать нуждающимся, приходите к нам. Мы вас научим, мы вам покажем, мы вам расскажем, мы вместе с вами под руку пойдём к этим нуждающимся людям, подберём, кто вам больше всего подходит, кому вы хотели бы помогать, и поможем вам оказать эту помощь нуждающимся людям. Люди приходят, люди вдохновляются, воодушевляются и остаются нашими добровольцами, по ходу дела воцерковляются. Конечно, добровольцы это очень важно, и мы об этом будем говорить, наверное, практически на каждом вебинаре по направлениям деятельности, что кому бы вы не помогали, везде основа, костяк, сама такая вот сила, и в том числе и в такой силы не в плане ресурсов, а в плане что-ли такого энтузиазма, это как раз добровольцы. Как их привлекать? Мы тоже вас научим, постараемся провести достаточное количество обучающих вебинаров, у нас есть видеоучебник, у нас есть пособие, всё это вам дадим. Надеемся, что с вашей помощью, а вы с нашей помощью, мы сможем как можно большее число неравнодушных людей привлечь к этим делам милосердия, потому что действительно это, конечно, меняет жизни. Это меняет жизни, в первую очередь, самих добровольцев, которые приходят и вместе с нами делают эти добрые дела. Это действительно меняет жизни тех людей, которые в этом участвуют. Ну и десятый пункт из принципов – это профессиональная организация работы. То, что Святейший Патриарх сказал в видеоролике в самом начале, что несмотря на то, что социальное служение, конечно, нельзя погнать в какие-то узкие рамки, какие-то сделать должностные инструкции, принципы, что это всё-таки эта жизнь, это то, что рождается из приходской жизни, но всё-таки это должно быть организовано более-менее профессионально. У нас не должно быть всё на коленке, у нас не должно быть, а, ну как оно пойдёт, так и пойдёт. При таком подходе мы не сможем привлечь достаточно много единомышленников, мы не сможем оказать помощь такому количеству людей, как мы могли бы при правильном подходе. Мы с вами должны внедрять в том числе какие-то интересные, полезные, хорошие, светские наработки, которые не противоречат ни в коем случае евангельскому духу в наше, в том числе, служение. И мы в том числе об этом будем с вами разоговорить на наших последующих интернет-семинарах. Итак, пойдём дальше. Ну, отталкиваясь от первого пункта, да, что социальное служение, служение и любви, но это не противоречит, да, необходимости качественно организовывать данную работу. Есть некий церковный образовательный стандарт по подготовке социальных работников. Владыка очень важно отметил, что на вопрос отца Архимандрита, да, из Италии, что стандарты, конечно, есть, но это не самое важное. Это не самое нужное, и не всегда в них возможно вписаться, но так или иначе они как такие некие ориентиры для нас есть. Церковная социальная работа – это не только добровольное служение, основанное на частной инициативе повеления сердца, но и сложная работа, требующая профессиональной подготовки. Действительно, организовав эту работу профессионально, мы сможем её, да, сделать более продуктивной. Я надеюсь, что для этого вот сейчас наши слушатели в количестве более 400 человек слушают эти вебинары, чтобы узнать, как это можно более профессионально организовать. Без чего невозможным полноценная церковная социальная деятельность? Конечно, в первую очередь без желания. Желание тех, кто, я думаю, сейчас в первую очередь участвует в наших интернет-семинариях, без желания социального работника, без желания того организатора, руководителя, кто будет эту социальную деятельность организовывать. Бывает такое, что, ну, благословил батюшка, то есть вот вроде как социальный работник, у него большого желания не было, но вот у него батюшка благословил духовник, занимайся, и, ну, тут хотя бы тогда важно послушание. Если у вас нет такого большого желания, хотя бы послушание, оно, в принципе, может заменить, а там дальше, может быть, вы и втянетесь. Но в идеале, конечно, насильно мил не будешь, и должно быть желание, но я вообще не знаю, как у христианина настоящего, не может быть желания помогать нуждающимся людям. Мне кажется, это вот первая такая обязанность человека, это такие две заповеди, которые самые важные, которые говорил Спаситель. Возлюби Господа Бога своего, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Первое, конечно, мы с вами, наверное, все являем, приходя на богослужение, участвуя в таинствах, исповедуясь. А второе, та заповедь, которая подобная первой, это и есть возлюбить ближнего, это помочь ему, помочь нуждающимся, помочь тем, кто вокруг нас, помочь. Конечно, в общем смысле, не только тем, кто к нам приходит, да, с какими-то просьбами, но вообще всех, кто к нам встречаются на пути. Наши близкие, наши семьи, ну и в том числе люди, которые хотят от нас помощи, которые просят от нас помощи, мы, конечно, должны им помочь. Такое желание, наверное, должно быть у всех, и я надеюсь, такое желание есть, в принципе, у всех наших слушателей. Актуальность. Об этом мы с вами будем достаточно много говорить. Если есть просто желание, я хочу помогать, да, деткам-инвалидам, вот есть такое желание, вот у нас есть где-то там детский дом для детей-инвалидов, я вот очень хочу помогать, у меня сердце умиряется, я прям очень хочу, или детям, просто детям-сиротам в детском доме. А так ли оно надо, да? А действительно ли там прямо нужна настолько ваша помощь, как она нужна другим людям? Это момент очень тесно связан с вопросом выгорания, который Владыка очень коснулся, очень важные слова сказал. Если вы будете помогать тем, кому помощь, может быть, нужна не настолько, это возможно через некоторое время, да, вы будете видеть, что, ну, а точно ли вы делаете то? А точно ли вы на то тратите время? Будут закрадываться эти мысли. Вы будете видеть, что, ну, вроде вас ждут, а вроде и без вас тоже неплохо живут. И это первая посылка к тому, что вы, в конце концов, скажете, ну, да ну это всё, без меня тоже они, в принципе, нормально живут. Это вот такой первый, да, такой, одна из причин выгорания. Если вы будете делать то, что действительно нужно, то, где без вас действительно людям будет плохо, вы это будете видеть. И тут проблема выгорания, она действительно сводится на нет. Если вы в процессе оказания этой помощи, организации помощи, непосредственной помощи нуждающим силу, видите, что качество жизни их меняется, что они, ну, действительно, им становится лучше, что без вас было бы так, а с вами совсем по-другому. Вы это будете видеть через год, и через два, и через три, и вас это будет вдохновлять. И вас, и те, кто с вами занимается, ваших добровольцев, и это очень важно. Вот эта актуальность, она очень важна. Об этом мы с вами, опять же, чуть-чуть подробнее попозже поговорим. Очень важно, чтобы было благословение в священном начале. Без благословения настоятеля никакая социальная деятельность на приходе невозможна априори. Настоятель всё-таки главный на приходе. Это, да, это руководитель, это духовный отец, который говорит, да, ну, как бы, направляет общую канву, да, всей деятельности, всей жизни приходя. И, конечно, его благословение должно быть обязательно на эту деятельность. По всем важным, ключевым вопросам вы, конечно, обязательно должны советоваться с отцом-настоятелем. Даже если это не ваш духовник, если у вас духовник какой-то другой священник, всё равно с настоятелем все эти вопросы важные, поворотные, надо обговаривать. Все задания, которые мы вам будем давать, которые надо будет делать на приходе, надо будет обсуждать обязательно с настоятелем. Как минимум уведомить, что, батюшка, вот мне на курсах обучения, на которых вы благословили, чтобы я приняла участие, дали такое задание, вкратце рассказать про это задание и спросить его благословение, не против ли вы. Мы, как синодальный отдел, да, как обучающий, сидящий здесь в Москве, можем вам только рекомендовать, можем вам только рассказывать, вдохновлять, ну, вот, как-то давать какие-то некие рекомендации, но мы не ваше руководство, мы ни в коем случае не какое-то начальство. У вас, в первую очередь, начальство, ваш вот отец-настоятель, либо благочинный, если вы при благочине, либо руководитель социального отдела, если вы, да, при социальном отделе этим занимаетесь. Вот, в крайнем случае, непосредственно правящий архиерей, епархиальный архиерей, да, вашей епархии. Но к епархиальному архиерею, наверное, должен уже обращаться настоятель, и только в тех случаях, когда это действительно крайне необходим. Но, опять же, еще и еще раз вам говорю, что с настоятелем надо поддерживать связь в течение всего обучения, в течение всей вашей социальной работы. И, конечно, самое важное, наверное, это молитва. Без молитвы, без молитвенного участия в этой деятельности всех, кто в ней участвует, в первую очередь организаторов, тут, наверное, ну, вряд ли что-то возможно. Владыка уже отметил в начале нашего сегодняшнего интернет-семинара, что очень много бывает проблем и финансовых, и с нехваткой людей, и с нехваткой ресурсов, и еще что-то. Но если все-таки как-то уповать на Божий промысел, если молиться, то оно само собой решается. Помогать нуждающимся людям – это дело Бога угодное. Помогать нуждающимся людям – это то ссылки, на что мы можем найти во многих местах в Священном Писании. Это совершенно точно, на это есть воля Божья, и если она на то есть, то, конечно, Он поможет в этом. Если вы молитесь, и у вас все равно ничего не получается, но, может быть, вы что-то не то делаете. Может быть, надо, конечно, продолжать и стучить, и отверститься вам, а может, надо бы подумать, может быть, что-то как-то переориентироваться. Но так или иначе, конечно, молитва непосредственно, такое совершенно непосредственное общение с Богом, который вообще, да, видит, кому нужна помощь, какая нужна помощь, и может прекрасную помощь оказать без нас и лучше нас. Да, но раз Он благоволил эту помощь оказать через нас, да, мы непосредственно должны с Ним поддерживать, конечно, такую связь, и в первую очередь через молитву, через участие в церковных тайствах. Итак, уже подходя к, наверное, завершению нашего сегодняшнего интернет-семинара, непосредственно будем подходить к заданию, которое будет вам сегодня дано. Здесь вы видите на схеме, на такой цветной, красивый, это цикл управления. Это светская такая схема, цикл управления вообще любой задачи, любого процесса, любого проекта. В центре, как вы видите, организация, мотивация, контроль, а по кругу анализ, планирование, осуществление, оценка результатов и снова анализ. Вот по этому циклу и должна организовываться любая деятельность, и социальная деятельность, и церковная социальная деятельность в том числе. Что всё это значит? Да, я в качестве, коротко прокомментирую. Вот на основании этого цикла будет строиться в том числе наш обучающий курс. Первый этап нашего обучающего курса будет посвящён непосредственно анализу. Это оранжевый овал наверху, который состоит из следующих пунктов. Первое – это целеполагание. В первую очередь для себя понять, что мы хотим, ради чего мы это делаем, какова наша цель. Сбор и анализ данных с тех людей, кому мы хотим помогать. Это нужно в первую очередь, чтобы понять, кому нужна наша помощь, кому мы реально можем её оказать. Идентификация проблемы. Одно дело – понять, кому мы хотим, можем помогать. И совершенно другое – это понять их проблему. Да, есть, например, те же самые бездомные, о которых уже неоднократно было сказано. Чтобы понять, как им организовать помощь, нужно в первую очередь понять их проблему. Может быть, вы их кормите, а нужно-то им совсем другое. Нужно им, например, найти работу или ещё что-то. Для этого нужно понять первопричину. Почему они попали на улицу? Почему они приходят к вам за продуктовой, за какой-то материальной помощь? Если вы поможете им в решении этой первопричины, то всё остальное решится само собой. Для этого очень важно идентифицировать ту проблему, которая являлась первой причиной в тех проблемах, которые мы с вами планируем решать. У тех или иных категорий нуждающихся людей. Анализ этих причин, проанализировать эти причины. И предварительная оценка ресурсов. То есть, чем мы с вами можем помочь. Наверное, мы не сможем решить проблему бездомности в целом в нашем регионе. Если мы уже заговорили об этой категории, но в чём-то конкретно. Мы можем быть на базе нашего прихода, можем им помочь. И вот это тоже очень важно определить, чтобы не хвататься за всё и не разочароваться по тому, что у нас ничего не получилось. Конечно, если поставить себе задачу какую-то колоссальную, сделай мир во всём мире, то мы столкнёмся с тем, что у нас ничего не получилось и вообще зря мы всё это, наверное, делали. Чтобы такого не произошло, нужно реально оценивать, чем мы можем им помочь, какие у нас есть ресурсы. Про остальные планирования, осуществления, оценки результатов я вам не буду говорить. Об этом мы расскажем в своё время. Про планирование мы поговорим в конце декабря, когда перейдём к следующему этапу обучения, потом осуществление, оценка результатов. А сейчас на этапе анализа первое, что это необходимо нам понять, это цель. Для чего мы этим занимаемся? Вопрос, наверное, с одной стороны кажется, что для чего? Вот есть нуждающиеся люди, вот я им помогаю. Но опять же вопрос не столь тривиален. Я надеюсь, среди наших участников не стоит цель такая, что меня благословили, меня подключили к вебинару, мне сказали участвовать, принести корочку, хотя такое, конечно, тоже может быть, но надо понимать, что, конечно, это не цель. Или я хочу, у меня есть желание, я горю желанием помогать, на самом деле это тоже, конечно, не цель. Это всё может быть дополнительной мотивацией, но целью, целью непосредственно это быть не может. Какая цель может быть у церковного человека? Ну, наверное, цели может быть только две. У нас с вами не очень много времени, конечно, интересно было бы ваше мнение спросить, какую цель в организации всей этой деятельности вы видите. Но постарайтесь всё-таки для себя сами честно ответить на этот вопрос. Какая цель ваша, конкретная ваша цель участия в этом обучающем курсе, и какая цель в том, что вы планируете дальше организовывать социальную деятельность? Что вы хотите и чем достичь? Я надеюсь, что вы хотите достичь, во-первых, непосредственно помочь тем нуждающимся людям, которым нужна ваша помощь. Ну, а во-вторых, конечно, для христианина не может не стоять такая цель, как исполнение действительно заповеди Божьей о милосердии, о помощи нуждающимся людям. Это тоже важная цель. Если держать в голове и помнить эти две цели, то, в принципе, мне кажется, проблема выгорания, она тоже сводится на нет. Если вы всё время будете вспоминать, а зачем же вы этим занимаетесь, если в рутине той работы, которая, допустим, у вас будет развиваться активно, ваша социальная служба, и у вас будет много, так или иначе, такой, всякой административной работы, вы будете выигрывать какие-то гранты, вы будете привлекать людей, у вас будет какая-то отчётность, у вас будут какие-то, может быть, некоммерческие организации и так далее, да, у кого-то, может быть, это есть. Это, конечно, очень много всякой бумажной бюрократической работы, которая замыливает со временем то, ради чего мы вообще этим начинали заниматься. А начинали заниматься ради того, чтобы тем людям, которым без нас было бы плохо, с нами стало бы чуть-чуть получше. Это важная цель, её надо вспоминать всё время и думать, действительно ли мы её достигаем. Действительно ли в процессе нашей работы, в процессе того, что мы делаем, через год, через два, через три, кому-то становится чуть получше. Если кому-то будет, вы действительно видите, что кому-то становится чуть лучше от вот вашей конкретной работы, пусть даже вы бухгалтеры, работаете с бумажками или работаете над отчётами, но всё равно как-то косвенно от этого, да, социальная деятельность, социальная служба, приходская функционирует, продолжает работать, и тем людям, которым мы, да, наши какие-то так называемые благополучатели, наши подопечные, наши друзья под опекой, если им от этого становится чуть-чуть получше, значит цель достигается. Это, я надеюсь, будет вас в том числе мотивировать на то, чтобы продолжать, ну, не всегда интересную, отчасти бывает рутинную деятельность. Ну и вторая, да, цель, это надо понимать, делает ли эта деятельность нас с вами лучше. В процессе этой деятельности, ну, влияет ли это как-то на нашу с вами душу. Помогает ли это нам быть ближе к Богу? Бывает такое, что загружаясь той же самой, да, социальной деятельностью, социальной работой так называемой, мы начинаем по мере развития и росту объёма этой работы немножечко удаляться от нашей духовной жизни, меньше молиться, реже ходить в храм, реже, да, как-то более формально готовиться к участию в Евхаристии, потому что, ну, работы же много, а работа важная, мы же помогаем нуждающимся людям, и я должна, должен в первую очередь заняться этим, а потом уже себе уделить время. Конечно, надо всё-таки вспоминать, что Господь сказал, что первая заповедь о любви к Богу. И вот наша с вами социальная деятельность, наша с вами работа, служение, оно не должно затмевать нашу внутреннюю духовную жизнь. Она должна быть на первом месте, и если в процессе вот этой деятельности мы видим, что мы относимся к тем приходящим к нам людям, к тем, кто просит у нас помощь хуже, чем мы относились раньше, более цинично, более как-то равнодушно, то значит, что что-то в нас не так. Мы должны об этом тоже вспоминать и через полгода, через год, через пять лет постоянно задавать себе вопрос, да, как я отношусь к тем людям, которые к нам приходят, как вот общение с ними отражается на моей душе, да, не более формально ли я стал относиться к церковной жизни и так далее. Если за этим следить, если эту цель тоже иметь в виду, то опять же и вопрос выгорания, и вопрос всяких сложностей, да, в организации церковной деятельности, они тоже уйдут потихонечку, само собой, на второй план. Если Бог на первом месте, все остальное, да, станет на свои места, мы с вами прекрасно знаем, да, эту пословицу, это тоже очень важно, в первую очередь, в нашей с вами деятельности. Потому что действительно бывает очень опасно, когда человек занимается каким-то добрым делом, он бывает думает, что, ну, это дело важнее всего на свете, на самом деле не важнее всего на свете. Итак, возвращаясь к той цели, что мы непосредственно этим занимаемся для того, чтобы кому-то стало от этого лучше, надо определить, кому, кому в процессе нашей работы станет лучше. Не всему миру, не всем людям, которым, да, нужна помощь, не всем вокруг окружающим, конечно, а кому-то конкретному. Этих людей надо определить. Это так называемая целевая группа, да, говоря таким светским языком, с которой вы непосредственно будете работать. Группа людей, объединенных общим признаками или объединенной ради какой-то цели и задачи. В нашем случае цель – оказать им помощь, сделать качество их жизни чуть-чуть получше. Да, группа социально нуждающихся людей, та или иначе. Есть группа социально нуждающихся людей, и надо понимать, что, например, бездомные в целом – это не целевая группа. Бездомные – это категория нуждающихся. Целевая группа – это пять бездомных, которые приходят, которые живут неподалеку от вашего храма, приходят к вам, там, периодически просят помощь. Да, дядя Ван, дядя Петя, дядя Лёша, тетя Маша и ещё кто-то. Вот эти вот пять людей конкретных – это и есть целевая группа. Это конкретные люди, которым можно оказать помощь, чьи проблемы вы можете изучить. Первопричина этих проблем вы тоже можете изучить. И начать оказывать им помощь вы тоже можете. Всем бездомным мы с вами никогда не поможем, а конкретным можем. И целевая группа – это именно конкретные люди. Если речь идёт про многодетных, то это вот несколько многодетных конкретных семей. Если идёт речь про детей-сирот, это может быть конкретный детский дом, где там 30, 50, 100 детишек-сирот содержатся, живут, которым мы тоже можем понять, в чём нуждаются, и оказать эту помощь, понять, как мы её можем организовать. Но это всегда конкретные люди, а ни в коем случае нельзя путать с целой категорией нуждающихся людей. Здесь вы видите, перечислены именно категории многодетные, неполные, неблагополучные. О помощи им мы будем рассказывать на вебинарах на будущих, на наших. А целевая группа, которую вам предстоит определить, и это будет первое ваше практическое задание, это конкретные люди, которым вы можете помочь. Переходя конкретно к этапу анализа, вот видите, та же самая схема, но теперь этап анализа, которым мы будем больше всего заниматься, он выделен крупнее. Что мы должны на этом этапе сделать? И вот это уже непосредственно ваше задание. Мы вам вышлем в конце, после этого вебинара, вместе с записью, онлайн-форму, которую нужно будет заполнить. Но чтобы её заполнить, нужно провести следующее действие. Во-первых, нужно понять для себя, зачем и кому это нужно, то, чем вы занимаетесь или будете заниматься. Во-вторых, собрать информацию о целевых группах нуждающихся. То есть тех, кто вокруг нас, вокруг вас, вокруг вашего храма, в первую очередь нуждаются в помощи. Те люди, которые приходят к вам в храм за помощью, те люди, которые у вас прихожане нуждающиеся, те люди, которые находятся на лечении в больнице рядом с вашим храмом, те люди, которые, детки, которые в детском доме неподалёку от вашего храма живут, ну и так далее, и тому подобное. Те люди, которые состоят на учёте в разных социальных муниципальных структурах, неблагополучные семьи и так далее. Все эти люди, которые неподалёку от вас нуждаются в помощи, это потенциальные целевые ваши группы. Нужно их все по максимуму собрать, то есть постараться окинуть общий взор вокруг вашего храма, кто нуждается в помощи. А после этого уже проанализировать данные по этим целевым группам. В чём они нуждаются? То есть сколько этих людей, сколько многодетных семей, сколько детишек живут в детском доме, сколько людей проходит лечение в месяц в больнице. Вот это количество, такие качественные характеристики, их тоже надо собрать. Понять причины, почему эти детишки нуждаются в детском доме, особенно в помощи. В какой помощи? В сопровождении нуждаются, в материальной помощи они нуждаются, в помощи в усыновлении они нуждаются, бездомные эти, в чём они нуждаются, в восстановлении документов ли, в ещё каким-то... Вот эти первопричины, в чём они в первую очередь нуждаются, надо понять. И идентифицировать эти проблемы. А после этого надо понять, в чём вы, имея ваши ресурсы, ресурсы вашего храма, прихода, ваши материальные, ну не материальные, а именно такие ресурсы человеческие, ресурсы по времени, по силам, в чём вы можете помочь. И выбрать ту, только ту группу, которой вы реально сможете помочь, которой вы реально сможете оказать помощь. Не распыляться на всех сразу же, на помощь всем, а выбрать что-то конкретное и постараться вот эту деятельность развить и хоть кому-то, но помочь. Если вы видите, что ваши ресурсы позволяют помогать нескольким группам, хорошо, берите нескольким, но опять же рекомендую взять благословение в первую очередь настоятеля прихода и духовника, чтобы понять, действительно ли у вас есть эти ресурсы. Кто-то, конечно, здесь уже среди наших обучающихся занимается социальной деятельностью давно, кто-то только начинает. Для начинающих настоятельно рекомендую взять небольшую группу целевую, несколько семей многодетных, небольшую группу в детском доме, может быть даже не всех детишек в детском доме, а просто группу какую-то, им попробовать оказать помощь, ну и так далее. Сложно так говорить. В общем, я понимаю, что все из вас будут заниматься совершенно разными направлениями социальной деятельности, и наш курс, он такой широконаправленный, мы в рамках нашего обучающего курса будем говорить, как помогать всем, но вы выберете для себя что-то одно, максимум два. В результате вот этого этапа анализа, который будет нас в течение декабря проходить этого года, у вас должно сложиться чёткое понимание, кому вы будете помогать на базе вашего прихода, количество качественных характеристик данной группы, сколько этих человек, сколько этих людей, в чём они нуждаются особенно, как часто они нуждаются в помощи, в какой и так далее. Проблем этих людей, почему они нуждаются, не в чём, а именно почему они в этом нуждаются, и тех проблем, которые вы будете решать. У людей может быть очень много разных проблем, но решить вы можете только некоторые конкретные. Возьмитесь за эти конкретные проблемы, решите только их. Справитесь, возьмете другие, решите их. Презентация будет, конечно, вам разослана. Скачать ее, я думаю, вы тоже можете. Здесь наверху, для тех, кто в первый раз участвует в наших вебинарах, есть такая панелька в самом верху вебинара, инструменты в правом углу, там есть такая папочка «Показать ресурсы». Оттуда вы можете скачать презентацию. Но мы ее обязательно опубликуем на сайте вместе с записью, разошлем всем зарегистрированным пользователям, вы ее будете видеть, поэтому переписывать, записывать не обязательно, просто запомните, потом еще раз перечитаете. Вот этот результат, да, очень важно, мы должны достичь с вами к концу этого месяца. Схема работы с проблемным полем, так называемая. Еще раз просто это проговорю о том, что я немножко касался. Есть у нас некоторая проблема. Ну, возьмем, например, кризисных беременных. Женщин, которые потенциально могут сделать аборт и как-то выражают об этом, пришли в консультацию с тем, чтобы, да, может быть, как-то уже об этом кто-то решил, кто-то еще не решил, кто-то сомневается. Но есть вот такая, да, категория нуждающихся в нашей помощи людей, это кризисные беременные, которые, может быть, еще не до конца решили, но уже вот идет на этом пути, хотят, да, сделать аборт, убить нерожденного младенца. Это проблема, да, некая. У нее есть обязательно причина, то есть почему они хотят пойти вот на это, да, ну, совершенно преступление против морали, нравственности, против самих себя. Есть какие-то причины. Эти причины могут быть муж бросил, вообще мужа нету, родители против, денег нет, жить негде. Причин может быть много. Другие причины, да, если есть деньги, муж. Хочу институт закончить, хочу работать, да, жизнь свою устраивать и так далее. Причин много. Эти причины надо выйти. И есть некоторое следствие. То есть что будет, если мы сейчас этой проблемой не займемся? Грубо говоря, да, вот в женской консультации, которая находится в каком-нибудь поселке Н, в месяц проходит консультирование, там 40 женщин. Если никто с ними не будет заниматься, то через месяц будет 40 убитых нерожденных младенцев, да. Это следствие, да, вот оно выделено черным. Это то, что будет, если этой проблемой не заняться. Это тоже надо понимать. Ну, соответственно, то же самое можно, это я просто пример говорю такой, который пришел в голову, то же самое можно с многодетными, с бездомными, с инвалидами. Есть некоторые проблемы, есть некоторые причины этой проблемы, есть ли некое следствие, которое будет, если мы эти проблемы не будем с вами решать. Далее. Чтобы поставить цель, нужно ее, да, как бы, она должна исходить из проблемы. То есть вот проблема то, что некоторое количество женщин, 40, допустим, человек, хотят, да, пойти на аборт. Мы должны поставить цель, то есть отговорить максимально возможное количество этих женщин, из этих 40 человек, от совершения этого, да, тяжкого греха и преступления. Есть некоторые задачи. Задачи, их легко определить из причины. Определив причину, почему они хотят это сделать, мы можем поставить задачи. Если это проблема с жильем, мы должны помочь решить им эту проблему. Если это проблема с родственниками, мы должны помочь решить им эту проблему. То есть те задачи, которые мы должны решать, чтобы достичь цели, мы должны ставить, исходя из, да, определенных нами причин. Поэтому причины и очень важно выявить. Не только проблему, которую мы имеем, и которую мы должны решать по наитию, а вот есть такие, и будем помогать им, ну вот как-нибудь будем помогать, как на душу ляжет, да, нет, это не получится. Мы, может, там будем им совершенно предлагать не то, что им нужно, чтобы предложить им то, что нужно, чтобы достичь максимального эффекта, и чтобы за этих 40, да, женщин максимальное количество число всё-таки отказалось от этого, мы должны предложить им именно то, что решит их причину, да, причину их проблем. Если мы это предложим, если мы их в этом заверим, то действительно мы тогда достигнем ожидаемого результата. Ну, максимального, во всяком случае, насколько это возможно, достигнем. Вот это такая общая принципиальная схема работы с проблемным полем, которая в нашем с вами ситуации тоже очень важно понимать. Работать именно с причинами, выявить их и с ними работать. Основные подходы к выделению, да, целевых групп, кому нужна больше всего ваша помощь, грубо говоря. Ну, первое, это надо обсудить с отцом-настоятелем, как я уже сказал, и духовником. Священник на приходе часто знает многих нуждающихся людей, многих одиноких людей, многих многодетных семей. В общении с духовенством вашего прихода вы действительно можете выявить многих людей, ну, из общения с ними, тех, кто нуждаются в помощи. Это один из подходов, да, к возможным подходам, потому что определите, кто нуждается в вашей помощи. Кроме того, они могут вам подсказать, как это сделать. Дальше. Есть такой способ, это опрос прихожан. Мы вам можем выслать шаблоны анкет, мы подготовили такие универсальные шаблоны, опросные, кому нужна помощь, там, точнее, из двух частей стоит, хочу помочь и нужна помощь. Я видел в комментариях уже был такой вопрос, да, можно ли такое организовать, я думаю, можно и нужно, если настоятель благословляет. Это не всегда эффективно, люди, кому нужна помощь среди прихожан, далеко не всегда заполняют, с другой стороны, заполняют эти анкеты те люди, которым особо помощь не нужна, но так или иначе, кого-то выявить вы, конечно, сможете. В том числе и не только тем, кому нужна эта помощь, но и те, кто с вами вместе могут эту помощь оказывать, то есть ваши потенциальные соратники, добровольцы, да, если одновременно поставить два ящика. Нужна помощь, хочу помощь, и две, два типа анкет. Эти анкетки, да, шаблоны мы вам вышли, вы на базе них, на основе их можете сделать с военки, это шаблоны, они у нас такие достаточно пространные, большие, на все случаи жизни подготовлены, поэтому ни в коем случае не пользуйтесь прямо шаблоном, адаптируйте под свой приход и можете пользоваться у себя, если ваш отец-состоятель не против. Дальше анализ нужд приходящих в храм за помощью за последнее время. Почти в любой храм так или иначе приходят люди и просят какой-то помощи, приходят либо к свечнице, к социальному работнику, еще кому-то, к духовенству. Можно проанализировать за последний месяц, кто чаще всего приходил. Это значит, что, возможно, это и есть и люди, которые больше всего нуждаются в вашей помощи, но не факт. Но, опять же, одна из таких, один из типов подходов, да, к тому, чтобы определить вот эту целевую группу. Взаимодействие с епархиальным социальным отделом. В каждой епархии есть социальный отдел епархии, да, епархиальный социальный отдел, где есть свой руководитель, который, ну, по своим должностным обязанностям должен, в принципе, в целом обладать той информацией, в каком городе, в его епархии, в каком районе, какие люди больше всего нуждаются в помощи и какие социальные проекты уже есть. Если у вас уже есть пять центров помощи многодетным семьям, ну, наверное, не стоит организовывать шестой, а там многодетных нужно отправлять в какой-то имеющий центр, а вам нужно организовать то, что у вас нету. Об этом можно как раз спросить у социального отдела, связаться с епархиальным социальным отделом. Если у вас будут сложности с тем, чтобы связаться, да, наладить контакт с социальным отделом, просите нашей помощи. Мы работаем с социальными отделами, мы попросим их пойти вам навстречу, мы скажем, что вот это наш обучающийся, что они хотят организовать помощь, что, пожалуйста, помогите им в этом добром деле, и они, я уверен, вам не откажут. Опять же, через отца-настоятеля вашего вы тоже можете выйти на руководителя социального отдела, можете через нас, как вы захотите, но, опять же, не без благословения настоятеля храма. Но, да, опять же, с социальным отделом, конечно, так или иначе, всегда нужно поддерживать тесную связь, чтобы социальный отдел тоже был в курсе, что у вас развивается, какая социальная деятельность у вас развивается, чтобы они знали, опять же, да, допустим, вы организовываете какой-то хороший, замечательный центр, да, или, ну, какую-то просто группу работы с детьми-инвалидами. Ну, чтобы в социальном отделе знали, что такое есть в вашей епархии, и что, если вдруг обратятся люди за такой помощью, они знали, что можно отправить их к вам, либо можно с вами проконсультироваться, либо, может быть, вы, обладая неким опытом, сможете помочь другим где-то такое открыть. Но социальный отдел обязательно должен знать обо всех социальных инициативах на территории всей епархии, поддерживайте с ними связь, и они вам могут быть полезны, и вы им тоже. Пятое. Анализ ситуации в населенном пункте и районе. Анализ ситуации можно провести, опять же, с помощью интернета, проанализировать, кто у вас в вашем районе, населенном пункте больше всего нуждается в помощи. Можно обратиться в муниципальные службы, да, в социальные службы непосредственно вашего района, города, проконсультироваться с ними, сказать, что вот вы такой социально ориентированный приход, вы организовываете социальную деятельность при таком-то храме, вы хотите помогать нуждающимся людям, и вы хотите определить, кому больше всего нужна помощь. Они обычно идут навстречу. Они не дают, конечно, контакты нуждающихся людей, которые стоят у них на учете, но они могут распространить информацию о вас, чтобы эти люди к вам обратились, и могут подсказать, какая проблема в районе стоит наиболее остро. Проблема ли это бездомности, проблема ли это многодетных, проблема ли это сиротства и так далее. Тоже поддерживайте с ними связь. Обратиться к ним лучше всего через отца-настоятеля, написать официальное письмо на бланке храма, что так-то, так-то, что вот мой помощник по социальному служению занимается тем-то, тем-то, пожалуйста, проконсультируйте с этим официальным письмом к ним обратиться, прийти, ну и какой-то проконсультироваться. Это тоже очень важно. Мы с ними должны, с социальными структурами, муниципальными, городскими, государственными поддерживать тесную связь. В этом взаимодействии мы сможем действительно достичь большего, чем мы смогли бы без них. Ну и внимательное изучение вводных интернет-семинаров по направлению. Вот эти вебинары, которые будут проходить в течение декабря месяца по разным направлениям, наши специалисты будут рассказывать о том, как вам найти тех бездомных, которые больше всего нуждаются в помощи в вашем регионе, о том, как вам определить, есть ли у вас дети-инвалиды, и в чем они нуждаются, и в чем вы им можете помочь. Кризисные беременные, многодетительные семьи, ну и так далее, и так далее. Как можно помогать пациентам больниц, какие есть формы помощи в больничном служении. Это тоже очень важная тема, потому что если бездомные есть не везде, если инвалиды тоже есть не везде, если с многодетностью у нас тоже, к сожалению, в стране не так все хорошо, чтобы этих семей было так много, то больницы-то у нас есть абсолютно везде. В каждом районе, в каждом городе, в каждом крупном населенном пункте уж точно есть больница, через которую за месяц проходит очень много нуждающихся людей, в том числе одиноких, пожилых, которым, ну, бывает, что стакан воды принести некому, санитарочки там перегружены. У нас в Москве, может быть, эта ситуация не так остро стоит, но в районных больницах, в небольших населенных пунктах там это остро стоит. Там действительно люди лежат на полу, на каких-то раскладушках, коридорах, и там максимум успевают им какую-то медицинскую помощь оказывать необходимую. Не говоря уже о никаком уходе, о каком-то добром слове, о том, чтобы просто посидеть, пообщаться, вдохновить, помочь, узнать, в чем человек вообще нуждается. И это вообще поленепаханная деятельность. Если вы не знаете, чем заняться, обратитесь в больницу, спросите, в чем вы нуждаетесь, как мы можем вам помочь. Если так поставить вопрос, то руководство больницы, оно как-то, ну, обычно идет навстречу. Они напрягаются, когда к ним приходят там от церкви, от храма, просто, да, с какими-то просьбами, еще с чем-то. А если вы придете и скажете, чем мы вам можем помочь, чем мы можем вам быть полезны, мы, вот, социальная служба при таком-то храме, если вы это подкрепите еще с управляющим письмом от настоятеля храма или от рук выделя социального отдела, еще лучше от епархиального архиерея, то в большинстве случаев руководство больницы к вам пойдет на встречу. Итак, вот это я рассказал вкратце, как вы можете определить тех нуждающихся людей вокруг вас, которые нуждаются в помощи. Целевая группа, да, те люди, которым вы можете помогать, могут быть как внутри вашего прихода, да, вот, грубо говоря, да, такие три схемки. Это внешняя среда, все люди, живущие вокруг храма, да, на территории района, ваш приход, это те люди, живущие на территории, на которых уходит в ваш храм. И целевая группа, она может быть состоять среди ваших нуждающих прихожан, такая может быть история. Может быть другая история, что вот ваш приход, а целевая группа это как ваши прихожане, так и не ваши прихожане, да, например, там, 10 многодетных семей, живущих в вашем районе, где ваш храм. Три из них, например, являются вашими прихожанами, а остальные в храм вообще-то не ходят, и светские, совершенно не церковные, но это не значит, что им не нужно помогать. И может быть такая история, что ваша целевая группа, частично ваши прихожане, частично не ваши прихожане, несмотря на то, что они, в общем-то, объединены таким одним общим признаком, в чём они нуждаются. Бывает совершенно другая ситуация, да, это третья история, это что целевая группа это полностью внешняя среда. Ну, например, та же самая пациенты больницы, да. Конечно, в больницу могут попадать и прихожане, но в целом проходит лечение, в основном, конечно, люди светские, у нас в стране 2% людей, которые, несмотря на то, что там 70, 60, 80 в разных регионах православных, называющих себя и крещённых, то те, кто являются прихожанами храма, являются частью прихода, приходской общины, это, ну, 2% максимум. И основная часть пациентов больниц, это непосредственно та целевая группа, которая внешне, да, вне нашего прихода, это не наши прихожане, но потенциальные наши прихожане. Если мы им поможем, и они узнают, что мы, да, помогаем им так вот бескорыстно, просто так, потому что хотим помочь, и делаем это, ну, во славу Божью, от церкви, от прихода, их это явно заинтересует. Я слышал одну историю не так давно от одной достаточно известной телеведущей, не буду её называть, она совершенно светская, и вообще позиционирует себя как атеистка. Она рассказывала в Москве, из Москвы, она рассказывала, что вообще-то она в Бога не верит, и всё это считает, ну, в общем, далека от этого, но она один раз попала в больницу, в хорошую больницу, и там были сёстры милосердия. И так они помогали, и она знала, что они это делали бесплатно, они не наставки, они просто сёстры милосердия от ближайшего храма, которые приходят, и во славу Божию, просто, ну, вот потому что из такого призвания, из послушания Богу, они приходят и помогают нуждающимся. Делают это с радостью, с удовольствием, именно не ради чего-то, а ради того, что они хотят помогать, и вот в этот момент она сама рассказывала, что она задумывалась, а может Бог всё-таки есть? Это, конечно, наша самая важная проблема, при том, что эти сёстры вообще не проповедовали, они просто были, ну, естественно, в таком фартуке, в платье, с крестом на платье, да, на платке на таком белом, они просто помогали, они просто помогали, делали это бескорыстно, и делали это ради Христа. Это лучшая проповедь без всяких каких-то норовоучений и наставлений. Следующие два слайда, я думаю, вы почитаете, получив презентацию сами, это достаточно важно, о том, как изучить социальную ситуацию в вашем районе. Прошу вас действительно ответственно к этому отнестись. Если вы выявите максимальное количество нуждающихся людей, которые живут вокруг вас, вы, значит, сможете максимально объективно представить тех людей, которые действительно больше всего нуждаются в вашей помощи. Не поленитесь, сделайте это в начале обучения, потратьте на это время, потратьте время на изучение вот этой социальной ситуации в вашем районе, кто нуждается в вашей помощи, определите их нужды, определите эти причины и хорошенько проанализируйте, кому вы действительно можете помочь, кому вы в силах помочь, кому вы, ну, вот как бы, помощь, кому ваше сердце больше всего отвлекается, ваш, может быть, актив, прихожане больше всего хотят помочь, кому действительно нужна ваша помощь в первую очередь. Это очень важный этап, его надо провести в самом начале, до какого-либо организации, уже непосредственно деятельности. Иначе вы можете действительно столкнуться с тем, что вы что-то организуете, а окажется, что это не настолько особенно кому-то и нужно, кроме вас. А вам хотелось помогать тем-то, тем-то вы начали, потом у вас там сменилось, что-то ушло, перегорело, оказалось, что эта общая помощь может никому не нужна, и как бы всё это загнулось. Вот поэтому мы в самом начале обучения хотим вас от этого предостеречь, хотим, чтобы вы начинали строить вот эту приходскую социальную деятельность на таком твёрдом основании, на том, чтобы определить, кто действительно в первую очередь нуждается в вашей помощи. Домашнее задание вы видите на экране, о нём я уже говорю в последний практически час, это определить целевую группу подопечных, проанализировать их нужность, выявить проблемы, определить причины выявленных проблем и расставить приоритеты, рассчитать имеющие у вас ресурсы, может быть, в том числе потенциальные ресурсы какие-то немножечко, и заполнить онлайн-форму. Онлайн-форма вы видите по ссылочке, она вам обязательно придёт в рассылке, не переживайте, это онлайн-форма, вы тоже её можете открыть, посмотреть, ну, сама эта форма, она состоит из нескольких полей, которые сами наталкивают на то, чтобы понять, как лучше это организовать. То есть, посмотрев это задание, вы сами сможете понять, как его лучше выполнить. Но, надеюсь, я смог до вас донести суть этого задания, да, то есть определить вообще всех, кто в вашем регионе нуждается в помощи, определить тех, кто нуждается в первую очередь и больше всего в помощи, которую вы можете оказать, определить эти причины, почему они нуждаются в помощи, и понять, какие, да, причины вы можете непосредственно, какие причины вы можете повлиять, какой у вас есть ресурс, кому вы в чём можете реально помочь, чтобы потом уже переходить к следующему этапу. Это планирование непосредственно нашей социальной, вашей социальной деятельности. Но это уже будет потом, об этом мы поговорим в конце декабря, о втором этапе. А сейчас, в течение декабря, вас ждут интернет-семинары по направлениям, слушая их, вы тоже можете как-то для себя делать выводы, можете тоже понять, да, по мотивам вот этих интернет-семинаров, по мотивам обратной связи, которые вы будете получать от ведущих, кому вы больше всего хотели бы и могли бы помочь в ваших условиях, в ваших реалиях. И срок стоит до 15 января, опять же, не для того, чтобы вы там в попыхах в рождественские праздники, когда все и так перегружены, да, какими-то приходскими послушаниями, начинали это делать как-то тяп-ляп. Срок 15 января стоит для того, чтобы вы уже сейчас начали потихонечку изучать эту ситуацию в вашем регионе. Это действительно объёмное задание, это важное задание, пожалуйста, уделите этому особое внимание. Теперь я попрошу вывести вопросы на, так, чтобы они были, да, вот именно так. И давайте попробуем пройтись по вашим вопросам. Если у вас уже нет времени, вы можете посмотреть их в записи, запись будет обязательно разослана. Если у вас ещё есть время, конечно, буду рад, если вы ещё останетесь, может быть, какие-то наводящие вопросы ещё зададите, чтобы вот какая-то такая некоторая обратная связь между мной и вами получилась. Итак, вот я смотрю, тут все благодарят владыку о том, что он провёл свой вебинар. Да, владыка, конечно, замечательно, что у нас, несмотря на то, что епископ Пантелеимон приседает в синодального отдела, у него очень много послушаний, он всегда, конечно, сам лично открывает эти обучающие курсы и считает, что, ну, вот вы, как такой актив социальной деятельности Русской Православной Церкви, это, наверное, самое дорогое, что вот есть у нас, с кем мы должны работать, и те люди, которые действительно, с которыми мы вместе действительно можем сделать очень многое в плане организации помощи нуждающимся людям по всей Русской Православной Церкви, в том числе и за рубежом. Кстати, да, говоря, отвечая на вопрос, это отца Архимандрита, по-моему, был по формам организации помощи за рубежом. Хотелось отметить такую вещь, да, начнём с этого вопроса. Владыка вкратце на него ответил, хотелось бы просто добавить. За рубежом стоит очень острая проблема, как бы сказать, культурная, ну, вот такая, как бы не потерять Русской Диаспоре свою культуру. Очень многие храмы воспринимают как, я думаю, вам это известно, конечно, лучше, чем мне, я тоже немножко знаком, у меня родственники живут за рубежом, многие являются прихожанами разных храмов и в Европе, и даже в Америке, они мне об этом вот очень много рассказывали, что, в общем-то, Русская Диаспора воспринимает храмы как некоторые такие культурные центры, где они могут встретиться с русскими людьми, где вот такая, ну, их русская культурная жизнь, да, чтобы, ну, окончательно не слиться вот с этим западным обществом, чтобы вот всё-таки свою идентичность как-то сохранять. И, наверное, в этом мы можем как раз-таки помочь. Это очень важный был бы, в том числе социальный проект, организовать какой-то некоторый культурный центр для русского населения. Это был бы и миссионерский проект, потому что, конечно, какой-то такой культурный центр, он бы привлёк вообще всю русскую диаспору, в том числе не церковных людей, к храму, если бы это базировалось вокруг храма. Это, на базе этого можно было бы понять, кто из нашей диаспоры вообще в чём нуждается, да, определить их нужды, если бы они были как-то консолидированы вокруг этого храма, может быть, на первое время не столько вокруг богослужения, вокруг тайн, сколько просто вот вокруг культурной жизни. Проводить какие-то ярмарки, проводить какие-то базары, проводить какие-то концерты такой русской народной, да, культуры, вот что-то такое об этом оповещать, чтобы русские люди как-то к этому стягивались. И потом уже, когда вот, ну, будет такой некоторый костяк русских людей оформлен вокруг этого прихода, можно уже понять, в чём они в первую очередь нуждаются и с этим работать. Очень часто люди нуждаются в Европе, во всяком случае, те, кто едут на лечение, чтобы им помочь, пока они лежат в клинике. Помочь там с переводом документов на местный язык, да, или наоборот на русский язык. Помочь с тем, чтобы побыть в храме, чтобы просто, если человек не знает языка, попадает в клинику, да, ему там собрали деньги на какую-то операцию в Германии или ещё что-то, чтобы просто побыть с ним рядышком, быть такой опорой. Ну, конечно, человек, когда попадает совершенно в другую среду, не знает языка, ещё и с болезнью, с тяжёлой, как правило, ему, ну, совсем не по себе. Если рядом у него будет свой человек, как такой, да, его, да, с ним говорящий на одном языке, который сможет ему помочь, какая-то сестра милосердия, ещё кто-то. Это действительно очень важная помощь. Итак, пойдём дальше по вашим вопросам. В каком формате нужно будет оформить дипломный проект, чтобы закончить курс и получить документы гособразца Олеся? Об этом мы с вами поговорим, наверное, во второй уже части нашего обучения, уже в следующем году, в 2019-м. Мы дадим обязательно формат нашего вот, да, такого финального задания, форму, так сказать, социального проекта. Специалист по социальному проектированию подробно её с вами разберёт, расскажет, как вообще составлять социальные проекты в общем и целом, как выдавать грантовые заявки, как составлять проекты на разные грантовые конкурсы, субсидии, как вообще заниматься социальным проектированием. Это очень важная такая сфера. Сейчас вот были вопросы про финансирование. Сейчас, во всяком случае, в России мы живём в такое время, когда финансирование на социальную деятельность получить очень легко. Это действительно так. У нас сейчас очень много грантовых конкурсов, как внутри наших церковных, православной инициативы, например, синодальный отдел наш периодически раздаёт гранты, там, например, последний был на Центре гуманитарной помощи. Осталось только начать эту деятельность, описать её, чтобы было понятно, что вы там ни на что берёте деньги, непонятно на что, а что вы сами понимаете, на что эти будет тратить. Подать эту грантовую заявку, получить эти материальные средства и, ну, непосредственно развивать вашу социальную деятельность. Конечно, это налагает некоторые такие бремена, видимо, в виде отчётов, это неизбежно. Люди, которые дают деньги, они должны быть уверены, что их деньги пошли на что-то, иначе они лучше эти деньги дадут кому-то другому, в ком будут более уверены. Понятно? Ну, это само собой разумеющееся. Но так или иначе, это всё реально. И у нас есть президентские гранты, у нас есть местные гранты, их очень много, в этом сейчас проблемы нет. Все, кто непосредственно социальной деятельностью в регионах занимается, активно занимаются, у них проблем с получением грантов нет. Об этом мы с вами тоже подробно расскажем. У нас будут вебинары по фандрайзингу, так называемому, по привлечению средств, и по грантовой деятельности, и также по социальному проектированию. А наш последний, да, дипломный, так называемый, проект, который будет в конце обучения, будет как раз на том, чтобы вы научились писать такие, так называемые, социальные проекты. В первую очередь, конечно, это нужно именно вам. Дьякон Сергий. Как быть в такой ситуации? Есть детский дом, который содержит и покровительствуют довольно состоятельные люди, и они ни в чём не нуждаются. Стоит ли приходить туда для духовно-прессивистских специальных бесед, например? Отец Сергий, конечно, детские дома, они вообще, как правило, не нуждаются в деньгах. Более того, какие-то деньги, подарки, они вредны для детей, которые живут в детском доме. Если вы были когда-нибудь на праздники, на большие какие-нибудь в детском доме, вы могли увидеть, что там всё завалено подарками, даже в каких-то отдалённых детских домах. Люди очень любят выразить своё благотворительное чувство внутри, тем, чтобы раз в год на праздник приехать к детишкам и что-то им подарить. Говорят, что в некоторых детских домах дети после больших праздников швыряются друг к другу конфетами, потому что в них они уже не лезут. Эти подарки, эти материальные вещи, они только развращают. Они не очень нужны тем деткам. Деткам нужно общение, детям нужна социализация. Дети в детском доме – это совершенно не те дети, которые в семье. У нас об этом будет отдельный вебинар, хороший специалист Лариса Губанова из Ростова-Великого, которая давно этим занимается. Она вам расскажет про сопровождение, о том, как правильно сопровождать детей из детских домов. Что, в чём они нуждаются в первую очередь. Это как раз, да, мы возвращаемся к тому, что в первую очередь нужно определить не то, кому мы будем помогать, а в чём он нуждается и почему он нуждается. Дети в детских домах нуждаются не в материальных, поверьте, вещах, а в семье, в друзьях, в социализации и во многих других вещах. Об этом мы с вами подробно расскажем на этом вебинаре. Это очень важная тема, мы с ней постараемся уделить много времени. Так, вот тут про цели пишут, спасибо большое, да, за отклик на мой вопрос такой, более риторический, конечно, который был. Екатерина, Курская область. А если на моём приходе уже реализуется один проект у человека, который раньше учился, я могу этот проект развивать или мне для обучения нужно новую думать? Обсудите с отцом-настоятелем, как будет лучше. Если проект уже реализуется, и тот человек, который раньше учился, уже этим занимается, ну, может быть, имеет смысл что-то другое, чем-то другим заняться. Опять же, надо исходить от другого, надо исходить от тех людей, которые вокруг вас живут и в чём они нуждаются. Определите тех нуждающихся людей вокруг вас живущих, в чём они нуждаются. И вы сразу увидите, если в первую очередь люди, которым вы можете помогать, это те люди, которыми уже помогает, да, вот ваш коллега, ну, наверное, лучше усилить эту помощь и оказывать её в большем объёме, более качественно. Если есть какие-то другие люди, которым тоже не меньше нужна помощь, ну, делайте какой-то параллельный проект с благословением настоятеля, и пусть ваш коллега оказывает помощь одним людям, а вы будете оказывать другим. Тоже неплохо. Чем больше направлений социальной деятельности развивается на приходе, тем проще привлечь будет добровольцев. Очень часто добровольцы, такие неравнодушные люди, они не готовы помогать тем, кому вот вы их пошлёте. Да, вот у нас есть на патронаже 10 пожилых бабушек, пойдёмте с нами. Есть люди, которые, ну, не готовы помогать пожилым людям. Ну, им это тяжело, им это не очень хорошо, а добровольцам всё-таки должно быть действительно в радость эта помощь. Может быть, они не хотят помогать детям, может быть, они не могут помогать детям, а хотят помогать бездомным. Может быть, они вообще не могут помогать, не хотят помогать людям, а готовы сортировать в центре вещи, в центре гуманитарной помощи, да, чтобы не соприкасаться с нуждающимися людьми, но тоже делать доброе дело какое-то, да, сортировать просто вещи, чтобы нуждающиеся их могли разбирать. Ну и так далее. Чем больше таких вот направлений деятельности вы предложите вашим потенциальным добровольцам, тем больше людей к вам придёт с целью, с тем, чтобы вместе с вами оказывать эту помощь. Это тоже надо понимать. Поэтому в этом плане, может быть, второе направление на приходе было бы тоже не лишним. Дальше. 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 первый этап это проанализировать люди кому мы будем помогать а привлекать добровольцев нужно уже когда мы четко понимаем кому мы собираемся помогать и в чем когда мы подойдем к этому этапу мы устроим интернет-семинар с подробно разберем о том как привлекать добровольцев кто может быть добровольцем кто не может где как найти в селе как в городе как его подумаем как в европе вместе с вами а пода найти добровольцев у вас ты я уверен сделать намного проще чем у нас. Но действительно отбор добровольцев должен быть, если отвечать на ваш вопрос. Мы несем ответственность за тех людей, которым мы помогаем. Мы несем ответственность за тех людей, которые вместе с нами участвуют в этой деятельности, за тех добровольцев, которые уже с нами. Если мы к этой деятельности подключим человека неадекватного, человека агрессивного, человека странного, с психическими отклонениями, Владыка сказал вначале, что много людей сейчас таких, к сожалению, то мы просто, непростительная ошибка, мы ставим под угрозу наших подопечных, которым мы должны помогать, которых мы должны охранять, хранить, мы ставим под угрозу наших добровольцев. От всех добровольцев должен быть, но он должен быть очень аккуратным и деликатным. Некоторых людей нельзя допускать ко всем направлениям, но можно к некоторым. Всё-таки, например, психические какие-то отклонения, они тоже бывают разные. Бывает, человек уходит в ремиссию, и в ремиссии он может чем-то таким под присмотром заниматься. Наше дело, конечно, для каждого найти подходящую работу, постараться не оттолкнуть человека, если вы говорите, что такой агрессивный человек есть, напористый, но всё-таки он к вам как-то пришёл, всё-таки как-то Господь его к вам привёл, чтобы он в качестве добровольца. Наше дело его не оттолкнуть, а постараться найти для него что-то подходящее, безопасное для всех окружающих, для него в том числе. Но не всегда это возможно. Не буду более подробно сейчас об этом. Об этом мы с вами поговорим на интернет-семинаре по организации добровольческой деятельности. В конце курса можем получить все видео-лекции. Конечно, батюшка, отец Владимир, даже не в конце курса, а после каждого интернет-семинара, в течение двух-трёх дней, я надеюсь, мы будем успевать обработать видеозапись, и будем рассылать их вам по почте. Кроме того, чтобы посрать по почте, видеозаписи будут опубликовываться на сайте Диаконии.ру, там есть раздел «Архива», по той ссылке, где был анонс, там же будет видеозапись опубликована, всех интернет-семинаров. Постараемся делать это оперативно. Для тех людей, которые по каким-то причинам не смогут принять участие очно в тех или иных вебинарах, например, я видел насчёт завтрашнего интернет-семинара, кто-то из батюшек писал, что он служит, и к часу дня только закончит службу, ну понятно, что делать. Завтра тема очень важная. Виктория Стронина, да, специалист, будет рассказывать по работе с просителями, работе с людьми, приходящими в храм за помощь. Обязательно нужно посмотреть, если не в онлайн-режиме, то хотя бы в записи. Но онлайн-режим тем лучше, что вы всегда сможете специалисту задать все ваши вопросы, получить все ваши, да, все ответы компетентные, разобрать те или иные ваши ситуации. Ирина Новочеркасск. В числе окормляемых учреждений и санатория для детей с активной формой турбулевых волонтёров готовых посещать учреждения? Нет. Прихожанам в большинстве своём помощи не нужда. Есть ли варианты работы с подобными учреждениями так, чтобы максимально снизить риски заражения? Вы знаете, ну, и насколько я знаю, что в таких учреждениях не все, да, группы, как бы, не все палаты, они где люди с открытой формой, активной. С активной, с открытой формой туберкулёза, наверное, не нужно помогать. Вам надо проконсультироваться с врачом обязательно. Если есть риск заражения добровольцев, сестёр, прихожан, ни в коем случае, конечно, не нужно. Нужно поговорить с врачами этого медицинского учреждения. Там же есть отделения, где уже с неоткрытой формой туберкулёза лежат, где они уже не заразные. Им действительно, может быть, можно помочь в чём-то. Я сам в своё время ходил в туберкулённый центр в Москве, в детский туберкулённый центр. Там было, ну, действительно, вот там целый корпус был, где детки уже в закрытой форме. Они причём там достаточно долго лежали, по полгода, по году. Они там учились, им нужна была помощь в учёбе, репетиторство, и просто как-то с ними пообщаться, позаниматься. Там нужна помощь, нужна помощь, но, естественно, только там, где нету никаких рисков. И риски мы должны все минимизировать, об этом поговорите с медицинским персоналом. Будут ли семинары, посвящённые методической организации бумажной работы социальной... Бумажной работы. Ну, вы сформулируете, Олеся, более подробнее, поточнее, что вы имеете в виду организация бумажной работы. Отчёты писать? Ну, а нужно для этого проводить специальные вебинары, чтобы как отчёты писать? Я не знаю, если у вас есть какой-то конкретный запрос, ладно, вы пришлите его, я не очень понял в целом, да, этот вопрос задан вам в общем. Мы будем больше рассказывать о том, как помогать людям, как организовать помощь нуждающимся людям. Обычно это, ну, сложнее всего и нужнее всего, а как работать с бумажками, тут уже можно, наверное, на месте как-то самим разобраться. Но, если у вас будут какие-то конкретные вопросы, обращайтесь. Опять же, наша программа курса, она имеет некоторые блоки. Вебинары в рамках этих блоков, они варьируются. Если мы будем видеть, что от вас поступают запросы на какое-то, да, такое раскрытие темы, которую мы не предполагали, мы обязательно найдём специалиста, который проведёт вебинар по этой теме. Хоть у нас не был заявлен в курсе, мы всё равно его сделаем по вашим запросам. Поэтому ваши запросы, пожалуйста, присылайте нам на почту, чтобы мы могли следить. Единичный ли это запрос, когда можно ответить по почте, да, разобрать ситуацию. Либо это массовые запросы, да, как писать отчёты, например. Придётся устраивать вебинар, пригласим специалиста, найдём, который с вами разберёт эти темы, конечно. Присылайте. Очень надеемся на вашу обратную связь. Благодаря вашей обратной связи мы сможем построить наш обучающий процесс, так, чтобы он максимально отвечал, да, вашим желаниям, вашим, ну, тому, чтобы вы на выходе в конце этого курса действительно смогли быть такими обученными социальными работниками и действительно смогли организовать качественную помощь максимальному количеству нуждающихся людей, которые живут вокруг вас. Дмитрий, Санкт-Петербург. Добровольцы могут быть из числа прихожан и из числа невоцеркованных людей, не желающих соприкасаться с церковными людьми в силу разных причин, но желающих участвовать в цельном служении. Так, что-то скачало. Не организовывать же раздельные собрания для тех и других. Как вы решаете подобные вопросы? Я, честно говоря, не помню добровольцев, которые пришли, чтобы записаться в православную службу милосердия, православную службу, мы позиционируем себя, да, мы будем во многом отталкиваться, когда будем говорить про добровольцев именно от нашего опыта. 12 лет уже существует в Москве православная служба добровольцев милосердия, она начиналась буквально там с нескольких человек, сейчас выросла более чем тысячи активных добровольцев. Будем, конечно, немножечко говорить и о опыте Екатеринбургской епархии, Ростовской епархии, Лариса Губанова, я думаю, надеюсь, немножко расскажет о своём опыте организации добровольческой службы в Ростове-на-Дону, в мегаполисе, и в Ростове-Великом, где 300 тысяч человек, тоже очень важный момент. Но вот за всю историю я не помню такого, чтобы люди пришли в церковную службу записываться в добровольцев, пришли в храм, да, чтобы записаться, но потом принципиально были не готовы соприкасаться с церковными людьми. Это как-то странно. Неужели у вас такое массово? Может быть, у вас один такой человек? Ну, я не знаю, мне кажется, эта проблема какая-то немножко странная. Если у вас действительно таких много, напишите мне, пожалуйста, ладно? Можете через наш онлайн-диканье.ру вашу ситуацию. Давайте разберём. Я в Синодальном отделе, в частности, занимаюсь как-то продвижением добровольческой деятельности, развитием добровольческой деятельности. Давайте я с удовольствием с вами, Дмитрий, либо по телефону, либо по скайпу, либо по e-mail, стараюсь разобрать эту ситуацию, вместе подумаем, как быть. Не зная конкретной ситуации, так сложно ответить на вопрос. Мы такие подобные вопросы не решали, поскольку с ними за 12 лет никогда не соприкасались. Бывали, что люди были просто неадекватные, которые были антиклерикалы. Ну, таких мы аккуратно просто не привлекали. Не знаю, почему они пришли вообще к нам. Но бывало несколько раз такое, что приходили в нашу церковную службу совершенно антиклерикально настроены, провокаторы, так называемые. Ну, мы их просто не привлекали к деятельности, и всё. Никакие для них специальные собрания не устраивали, конечно. Марина Липецк. А вот если в больнице предлагают в качестве нужной помощи уборка коридоров, помещения, это является социальной помощью? Марина, смотрите, конечно, это социальная помощь не является. Социальная помощь является помощь людям, но это может быть для вас способом войти в больницу. Мне рассказывали коллеги из Минска, из Белоруссии, и там не только из Минска, из нескольких других городов Белоруссии, где там законодательство достаточно другое, не как у нас. У нас проще зайти в больницы, у нас религиозные организации, православные добровольцы вполне могут в больницы. В Белоруссии там всё сложнее. Там они имеют право и даже чаще всего отказывают религиозным организациям тем, чтобы даже добровольцы, сёстры милосердия, чтобы они как-то соприкасались с больницами. Они именно так и входили в больницу. Они приходили просто как волонтёры, не позиционируя себя, выставляя вперёд себя, что они такие, от храма именно, просто они как волонтёры, и спрашивали, что нужно. И те им говорили, а вот окна мыть, убирать, судно выносить и так далее. Вот такую грязную работу, которую на самом деле должны выполнять санитарки. Это их должностные обязанности. Но добровольцы на первых порах шли на такие уступки и делали то, что как бы не должны делать, помогали как бы санитаркам делать эту работу. Хотя, ну, это не всегда правильно и хорошо, но тем не менее, это возможность войти в больницу, ходить. И потихонечку, когда человек ходит, приходит, сначала моет полы, моет окна, он уже знакомится с персоналом, уже становится более-менее своим. И после этого уже в Беларуси они там смогли и начать естественский пост организовать, познакомились с администрацией медицинских учреждений. Они поняли, что это, в общем-то, никакие, ну, ничего от них нельзя, не надо ждать такого страшного от этих церковных людей, что они ничего плохого не принесут, что они действительно помогают. И потихонечку они организовали естественский пост, и даже несколько молельных комнат организовали, вот мне рассказывали, хотя там это действительно очень сложно, в Беларуси, в медицинских учреждениях, есть даже храмы. В России это проще, там это сложнее. Начиналось все именно с того, что они пришли, спросили, что нужно, и начинали с подмены вот этой санитарской работы. Это может быть именно как предлог, повод, чтобы прийти в больницу и завязать с ними отношения. Но дальше вам, конечно, надо выходить на то, чтобы потихонечку-потихонечку общаться с персоналом, с администрацией и выйти на то, чтобы непосредственно оказывать помощь нуждающимся людям. Не подменять персонал больницы, а восполнять его уходом, какими-то, может быть, вызовом священника, если это нужно, рассказом о том, зачем вообще нужен батюшка. Ну, в идеале, чтобы батюшка вообще регулярно приходил, окормлял пациентов в это учреждение, помогать батюшке в этом и так далее. Ну, вообще в больнице, конечно, очень много чего нужно, и об этом у нас будет просвещен отдельный интернет-семинар. Николай, Санкт-Петербург. Можно ли на приходе собирать прихожан, желающих стать добровольцами и уже с ними обсудить социальную ситуацию в районе Санкт-Петербурга? Социальное служение, это же общее дело, если я начну. Вы знаете, я думаю, Николай, что какой-то некий костяк хорошо бы собрать и с ними вместе обсуждать. Да, такой актив, который вместе с вами будет этим заниматься. Если это ваши такие, ну, знакомые, друзья, прихожане, и действительно, одна голова хорошо, а несколько лучше, можно собраться и вместе с ними обсудить. Если среди наших обучающихся есть люди от одного прихода, конечно, вы не делайте что-то параллельно, отдельно, делайте вместе. Мы вам всем засчитаем один общий проект. Если вы от одного прихода, мы каждому вам засчитаем, несмотря на то, что вы будете делать одно задание вместе, мы засчитаем каждому, выйдем на документы об окончании каждому все равно. Делайте вместе, собирайтесь вместе, обсуждайте. Но надо понимать, что это касается именно только такого организационного оргкомитета, грубо говоря, такого актива, именно костяк такой, который этим занимается. Если сразу же начать привлекать добровольцев, широкий круг добровольцев, сделать оповещение, что приходите к нам, все желающие помогать, люди желающие придут, и тут вы с ними сядете и будете думать, ну давайте подумаем, а кому бы мы можем помочь, то очень многие люди подумают, а, ну что это, куда я пришел, они сами не знают, что хотят, я больше не приду. Надо понимать, что такого быть не должно. Люди внешние, пусть даже это прихожане, да, наши, но которые, да, не такие просто обычные добровольцы, не прям такой костяк, их нужно уже на что-то готовое. К тому, чтобы начать их привлекать, нужно уже подумать, что мы им конкретно предложим. Добровольец еще такой человек, который легко загорается, сжигается, и если вовремя его не направить в нужное русло, сразу же не дать ему, чем заниматься, отвезти к этой Марии Ивановне, которой так нужна помощь, или показать, чем в больнице ему заниматься, то он как бы вот это сходит на нет, и он уже второй раз не приходит. И мы с вами остановимся виноваты то, что вот этот человек как бы вроде и желание проявил, а мы не смогли его поддержать, и человек потух. Но костяк, конечно, в котором вы уверены, что они не разбегутся, да, после ваших раздумий таких, чем же мы будем заниматься, такой костяк очень хорошо собрать и вместе с ним продумывать. Ирина Новочеркасова опять, а может ли быть целью социальной деятельности сбор средств для онкобольного ребенка? Ну, смотрите, Ирин, сбор средств целью быть не может. Целью может быть лечение онкобольного ребенка. Излечение вот этой болезни, либо вывести его в состояние ремиссии, либо минимизация этой проблемы. Лечение, помочь онкобольному ребенку – это цель. А сбор средств – это лишь средство, чтобы достичь эту цель. Надо это четко понимать. Ярмарки, аукционы и так далее – это все, да, такие вот задачи, которые направлены на то, чтобы эту цель достичь. Опять же, вспомните ту схему, проблема, ее причины, следствия, что будет, если мы не будем решать эту проблему. И, исходя из этих трех пунктов, надо решать, какая цель, какие задачи и какой ожидаемый результат. Не путайте, пожалуйста, цель, средства, задачи – это очень важные, совершенно разные понимания. Если изначально их начать путать, вы не сможете выстроить действительно какую-то концепцию своей деятельности, такой, которая будет, ну, развиваться, стоять на твердых, да, таких позициях, на ногах. Марина Липецк, последний вопрос, да, какие-то еще приходят. В хосписе просят медкнижки. Если приходишь с предложением о помощи по уходу с больными, как быть, если нету волонтера медкнижек? Ну, мы делаем медкнижки своим добровольцам, мы помогаем нашим добровольцам сделать медкнижки. Действительно, администрация медицинского учреждения может установить правила, тем более, если это онкобольные, если это хоспис, если это умирающие больные, где, ну, там, иммунитет у людей у многих понижен, то действительно медкнижка эта действительно может быть востребована, и надо помочь добровольцам ее оформить. Ну, насколько я знаю, что медкнижки сейчас не такая большая проблема в оформлении этих медкнижек. Ольга Кудашова, Волшки. Допустимо ли заниматься социальной работой в учреждениях, которые расположены на территории другого благочиния? Об этом надо поговорить с благочинным того другого благочиния. Очень часто тот благочинный будет только рад, что вы решаете их головную боль. Особенно если, скажу такую крамольную фразу, он сможет к себе в отчеты писать, что у них на территории их благочиния в больнице организованы добровольцы, сестры милосердия и так далее, для него это будет только на руку. Если вы это донесете, а лучше отец-настоятель вашего прихода, то, я думаю, проблем никаких не будет. Но, конечно, с благословением благочинного лучше не через голову, потому что если это будет сделано через его голову, ну, не очень хорошо. Будет ли вебинар по служению в средней школе? А что значит служение в средней школе? Не очень понятно, в чем там нужно служить людям, в чем они нуждаются. У нас вебинары будут ориентированы на группы нуждающихся. Многодетные, неполные семьи, алкоголезависимые, их родственники и так далее. Если вы видите, что в средних школах ваших есть какая-то группа нуждающихся в определенных вещах людей, не в просветительских каких-то вещах, все-таки мы социальный отдел и вы социальные работники, я надеюсь, кто участвует в нашем обучении. Мы должны своей целью ставить в первую очередь не миссионерские, не образовательные, не катехизационные вещи, а помощь, помощь нуждающимся в социальной помощи людям. Я думаю, в рамках одного благочиния, конечно, возможны совместные проекты. Мы вообще церковь, да, вообще мы церковь, мы должны бы все делать вместе по-хорошему. Все эти границы по благочиниям, по приходам, по епархиям, они достаточно условны. Конечно, эти границы важны, это разделение зоны ответственности, но все-таки надо понимать, что мы должны быть едины. И мы должны договариваться с храмами, чтобы вместе с другими храмами, вместе этим заниматься, это замечательно. Если среди храмов в вашем благочинии найдутся те, которые вас в этом поддержат, они смогут быть тоже такими ресурсными центами, прихожане которых тоже смогут быть, да, вашими потенциальными помощниками. При одном храме можно попробовать организовать один вид помощи нуждающимся, при другом другой. Ну, это действительно здорово. Если у вас получится, конечно, замечательно. Это с такой, так можно сказать, светским, опять же, языком, сетевая такая социальная служба получится наша церковная, что на разных приходах, одна такая служба, которая базируется на разных приходах. Это очень хорошо, это замечательно, если так получится. Этим мы сможем, конечно, большим людям помочь и большее количество неравнодушных людей привлечь к этой доброй деятельности. Вроде как, надеюсь, больше вопросов нет. У нас сегодня вебинар был действительно достаточно долгий, да, больше трёх часов. Я вижу, далеко не все досидели до конца. Надеюсь, те люди, которые не смогли посмотреть до конца, посмотрят в записи. Встретимся мы с вами, ну, не мы с вами, а наш специалист Виктория Стронина завтра, уже завтра у нас будет следующий интернет-семинар. Если нам сейчас презентацию покажут, я выведу этот слайд на экран. В 11.00, заметьте, вебинары в рамках этого обучающего курса у нас будут в 11.00 по Москве. Сегодняшний вебинар был в 12.00, остальные будут, ну, за редким исключением, в 11.00. Пожалуйста, следите за временем, чтобы ни раньше, ни позже в 11.00. Ну, мы так посчитали, что вроде более-менее удобно и тем, кто в Европе, и тем, кто на Дальнем Востоке, поскольку география у нас широкая, чтобы часовые пояса были более-менее, так, у всех, ни у кого не было поздней ночи или раннего утра. Надеюсь, это время всем более-менее подходящее. Мы не будем ставить вебинары на большие церковные праздники и накануне их. Мы постараемся, во всяком случае, не делать накануне на большие церковные праздники, уж тем более. Ни на святителя Николая, ни на какие-то двунадесятые праздники, рождественские праздники. Я вам уже все сказал, что там вообще вебинаров будет мало. Надеюсь, что большая часть из вас сможет завтра присоединиться к этому вебинару. Он действительно очень и очень важен для всех, кто занимается социальной деятельностью на приходе. Поэтому мы его поставили прямо в начало нашего обучающего курса. Очень рад, что вас так много, очень рад, что у нас такой большой набор слушателей. Надеюсь, что большинство из вас дойдут до конца обучения и что все мы вместе сможем действительно с вами организовать наше вот такое общее большое дело, дело милосердия, еще чуть более широко, чем это было в прошлом году. Всего доброго, храни вас Господь, помощи Божьей.